Друзья, всем привет! Меня зовут Ахмадулина Ирина и сегодня у нас в гостях замечательный гость Николай Вавилов. Профессиональный востоковед-китаист, автор нескольких книг про экономику и политику Китая. Николай, мы вас приветствуем и большое спасибо, что к нам пришли. Приветствую вас, приветствую всех ваших зрителей, подписчиков и тоже и моих зрителей, подписчиков моего YouTube канала. Очень много тем, которые хочется сегодня обсудить. Это, конечно же, конфликт на Тайване и его последствия для глобальной экономики. Это зависимость Китая от России и наоборот. Также место России в противостоянии между США и Китаем. Конечно же, не обойдем стороной вопрос вторичных санкций, юаня и единой валюты BRICS. А самое главное, друзья, обязательно досмотрите это интервью до конца, потому что в самом финале мы разыграем книгу Николая «Китайская власть». Ну что, Николай, давайте, наверное, начнем с таких вот основ. Это про место России в противостоянии США и Китая и, может быть, даже про некую зависимость российской экономики от китайской. Вот как, на ваш взгляд, она есть или это все-таки можно назвать таким комплементарным для нашей экономики взаимозависимостью? Ну, во-первых, откуда рождаются все эти мифы о том, что Россия зависима от Китая. И это не просто сотрудничество, да, это вот некая зависимость, безысходность. Мы вот поругались с Западом, нам больше ничего не остается, как дружить с Китаем. И зависимость, почему зависит, потому что китайская экономика вот у нее 17,8 триллионов, у нас порядка 1,7 триллиона, то есть в 10 раз меньше. И да, и когда говорят, значит, вот есть 1,7, в 10 раз меньше, значит, ну, конечно, если мы начинаем с кем-то дружить, то наверняка это какая-то зависимость, и Пекин, значит, это будет использоваться и так далее. Но не надо забывать, что вот той же западной экономики, да, она еще больше, чем российская, и тоже американская экономика — это 22 триллиона долларов. Почему-то никто никогда не говорил о зависимости России вот такого гигантского центра, значит, американского. И второй момент очень важный — то, что Китай, который сейчас, по сути дела, построил некую, строит альтернативную американскому, американской системе глобальную экономику, и пояс и путь вот этот проект, он первый обозначенный открыто публичный глобальный китайский проект. Дело в том, что китайская экономика одна сама по себе большому конгломерату западных стран, противостоять не может. То есть, да, в вакууме это 17, почти 18 триллионов долларов. Но если мы видим, что вы видите, что и Франция, и Великобритания, и другие страны большой семерки, Япония в большей степени, они все-таки оказывают давление на Китай, они пытаются его сдержать. Если вы видите реальную картину противостояния Китая с этими западными странами, у нас получается один Китай, которым 18 триллионов долларов, и порядка 30-40 триллионов долларов западных стран. То есть, вот это редко кто раскрывает этот первый тезис, что один Китай сам по себе противостояние с Западом не выиграет. И вот его, эта политика, которую он сейчас проводит в отношении России, он в каком-то смысле не придерживается ценового потолка на нефть и так далее, Эта политика, она точно такая же в отношении и Саудовской Аравии, и Индонезии, и Бразилии, и стран БРИКС, и стран ШОС и так далее. То есть, Китай полностью на противоположной упаковке от Соединенных Штатов выстраивает свою политику. То есть, ему нужен некий союз суверенных государств, суверенных образований, которым он пытается максимально дистанцироваться от того, чтобы на них давить, на их политику и влезать в их политику и так далее. Вы, если даже будете очень долго искать, вы не найдете следов присутствия китайского влияния, например, на выборы в Думе государственной или президента и так далее. То есть, есть вежливая поддержка того же Владимира Путина со стран Си Цзиньпина и так далее. Второй момент страхов, связанный с Китаем, когда что в 10 раз больше, чем Российская Федерация, тоже исходит из очень глубокого непонимания внутреннего устройства Китая. Мы думаем, что вот китайцы, там все китайцы, 93% населения этнических Хань. Но тогда вопрос, почему, так как гигантская страна не может там, условно, всех соседей, кроме России, там масса соседей, там еще и Казахстан, и Япония. Монголия. Вы просто в корень зрите, да? То есть, Монголия, в которой там население несколько миллионов человек, которые просто размазаны тонким слоем по огромной монгольской территории, порядка миллиона квадратных километров, он ничего не может с ними сделать. То есть, ответ на поверхности, во-первых, Китай, и на поверхности для тех, кто жил в Китае. Вы из Пекина перебираетесь в Гуанчжоу, там начинают говорить две тысячи километров на другом языке китайском. То есть, Китай в большей степени это напоминает Римскую империю, либо Евросоюз, который соединен из совершенно разных китайцев, у которых совершенно разные экономические интересы, которые борются между собой еще за влияние в Китае. И какого-то, знаете, единства, такого, которое бы позволило бы Китаю трассы нам броситься на весь мир захватить, тем более России, просто нет. Поэтому и Монголия независимая, и Тайвань до сих пор, казалось бы, крошечный остров 23,5 миллиона. Там, напротив, даже не во сколько это, в десятки раз больше населения, влияние и так далее. Вьетнам 95 миллионов человек. Все соседи Китая гораздо меньше по населению, чем Китай, гораздо меньше, менее влиятельны. Но Китай при этом не нападает на них, и более того, если для ваших зрителей, вашего канала... Просто прошу прощения, что немного вклиниваюсь в вашу беседу, потому что сейчас очень интересно, как у нас поменялась риторика в отношении Китая. Мы часто стали использовать нападение Китая на Тайвань. Хотя, поправьте меня, если я ошибаюсь, но Китай — это восточная мудрость, что лучшая война та, которая не состоялась. И поэтому, в принципе, инициирования каких-то военных действий со стороны Китая не так много в нашей современной и более древней истории. Да, вы абсолютно правы. Последняя война Китая была пограничена. Война с Вьетнамом. Это было в 80-е годы. Получается, уже скоро будем 50 лет праздновать последней самой войне Китая. Китайцы не нападают. Китайцы у них... Это земледельческая в большей степени нация. Есть свои нюансы. Ведь масса но. Я просто вернусь вот к тому, что не закончу, и потом перекинем ось. Для вашего канала будет интересно. Есть такой интересный нидерландский верифицированный очень серьезный историк экономики Энгус Мэдисон, который всю жизнь занимался экономикой Китая. Он из Великобритании, но сделал карьеру научную в Нидерландах, в серьезном, значит, научном центре. Он говорит о том, он посчитал, что экономика Китая в династию Тан составляла 50% мировой экономики, в династию, когда была Римская империя, где-то порядка 20-30%, когда Китай разрушался, порядка 30%. На отдельных этапах до 80% мировой экономики. Династия Сун. Ну и, в принципе, я достаточно верифицированно исследую. Что это значит? Они не очень популярны в Европе, они не очень популярны в США, о них не говорят, потому что это фактически говорит о том, что Китай всегда был центром мира экономическим. При этом, где вы видите китайские колонии, китайские крестоносцы какие-то, где-нибудь форпосты в Лондоне, в Италии и так далее, их просто нет. Китайцы принципиально другая структура и понимание мироустройства и, соответственно, видение внешней политики. Об этом, кстати, я пишу в новой книге. Вот вы будете разыгрывать старую. Но не старую, она, мне кажется, достаточно актуальна и будет актуальна именно про китайскую политику. Я пишу антропологическое такое исследование в легкой форме стилистического изложения, сравнение с российской западной культурой. В том числе, там есть некая, значит, концентрация на том, какое китайцев видение по, в целом, как они могут быть, как мировая империя в том числе. Китайцы, вообще, само слово Китая – «чунго». «Джун» – это середина или центр. То есть изначально они уже себя считают в центре, им нет смысла куда-то идти вовне, что-то захватывать. Соответственно, и всегда, когда они достигали состояния 30% экономики мировой и выше, они просто закрывались. То есть большая опасность для России не в том, что Китай захватит Россию, а то, что Китай просто закроется, и, например, все сливки снимет Казахстан с этого всего. Почему с экономической точки зрения, когда я говорю про зависимость, здесь я, скорее всего, подразумеваю потребность Китая в каких-то товарах и услугах со стороны России. Потому что когда случился СВО, санкции, у нас же резко… Вот наш основной рынок сбыта – это Европа, и газ, и нефтепродукты, и так далее. То есть многие эмитенты, потому что часто по роду деятельности смотришь на отчетность эмитентов и видишь, что многие компании не смогли восстановить те самые объемы экспорта. То есть вот наш эмитент, который, скажем, больше всего пострадал, на мой взгляд, и не смог восстановиться – это группа компании Сегежа. То есть до сих пор, общаясь с эмитентом, говорят, что пытаемся с Китаем договориться, не можем вклиниться, не можем найти потребность в том, чтобы Китай был заинтересован в таком сырьевом товаре со стороны России. Ну, по поводу вообще лесопромышленного комплекса, да, кроме Сегежа есть там другие игроки. Я в целом просто отдельно занимался отраслевым последних лет по лесу и лесной продукции. В целом Китай не восстановился к показателям до пандемии. Это совершенно другая проблема. Да, во-первых, Китай нарастил закупки российской нефти. Вы назвали одну из базов. Одну из, да. Но он базовый, на самом деле. Лес и, значит, есть АПК-продукция, рыбопромышленная продукция и так далее. Значит, но база все-таки – это углеводороды в экспорте Российской Федерации. Россия стала лидером по поставкам СПГ в Китай, лидером по поставке угля, чего никогда не было, потому что у нас масса конкурентов из других стран. Нефть мы стабильно занимаем первое место по поставкам в Китай. Китай не присоединялся к нефтяному потолку цен. То есть здесь максимально расширилась номенклатура. И цифры, они как бы против Сегежа говорят, потому что товарооборот стал 240 миллиардов долларов. Это запредельные даже самые оптимистичные прогнозы. Мы не думаем, что он будет таким большим. Там есть и лес, но черт в мелочах. То есть когда вы смотрите на номенклатуру, реально Китай во многом не восстановился по потреблению продукции то или иной до пандемийного периода. То есть Китай реально вот это был мощный удар. И китайская экономика сократилась, там есть разные оценки, на значительную достаточно величину. И не по рыбопродукции, не по лесу. А лес это мебель, это значит бумага, упаковочная в первую очередь для Китая. Это тоже очень важно, что это экспорт Европы и так далее. Там были правила, там изменились. Вот по этим позициям Китай не восстановился. За счет чего он растет? Это тоже отдельный вопрос. Вот вы перекинули, значит, по поводу товаров. У нас и по поводу автомобилей, я сразу предупрежу, значит, ваш вопрос. Российские автомобили тоже выросли в продажах. То есть Китай не захватил рынок до конца. Я видела акции КамАЗа. Все в порядке. Российские автомобили выросли. Там есть большая доля запчастей китайских. Да, мы собираем. Это факт. Но это временное решение, потому что и автовазы, и все остальные продажи у них выросли в целом. Нет, Николай, я с автопромом, я тоже вижу статистику, аналитику, и я понимаю, что там позитивная динамика. Я более того вам скажу, что китайский автопром, вот у него был пик, все сразу били в тревогу. Особенно это стало уже даже там каким-то риториком вошла в эти западные либеральные СМИ, что, дескать, на микроволновке все поменяли, все в порядке. Поверьте, китайские автомобили – это временное решение для российского автопрома. Несколько лет, и такого бума уже из-за товаренности складов и так далее. Такого бума, как в 2023 году, вряд ли мы будем ожидать, что это будет. Так уже автодилеры стали предлагать скидки, потому что у них уже есть сток на складах. Да, и дальше будет вопрос, а насколько ли такие хорошие, пригодные китайские автомобили для российского рынка, и, скорее всего, все-таки их нишу постепенно начнут вытеснять наши, либо совместные с китайцами предприятия. То есть по поводу пандемийного, то, что случилось с Китаем, в пандемии 2020 год. Есть разные оценки, я иногда даже критически такие, скажем, радикальные оценки скажу, что он просел до 30% этот ВВП. В Китае влили денежную массу, равную этим 30%, он восстановился. То есть порядка 5-6 триллионов долларов влили за последние два года. Это была эмиссия дополнительная, кредитная нагрузка. Не росло за счет продажи в жилищном секторе, но росло за счет продажи электромобилей. То есть китайцы резко стали пересаживаться на электромобили. Что это значит? Как будто бы у китайцев в кармане у потребителя появились лишние деньги. Это не так. В значительной степени, тоже черт в мелочах, это субсидируемая отрасль. То есть электромобили субсидируют государство, чтобы как-то хоть поддержать спрос, и они же есть предмет экспорта. То есть Китай постоянно камуфлирует свои кризисные моменты, это тоже надо все время учитывать. Я правильно понимаю, что мы бы не увидели бы этого роста, если бы там не было бы этого государственного стимулирования? Да, не было, потому что это колоссально. Никто это не изучает, никто об этом вслух не говорит, все хорошо. Вот последний Лицян был, значит, премьер в Давосе, сказал, у нас выросло на 5,2%. У нас сейчас средний класс 400 миллионов, через 10 лет у нас средний класс будет 800 миллионов. Ну, я немножко скептически отношусь к росту китайского среднего класса. Вот они точно так же победили бедность, да, как бы не камень в огород успехом Национального комитета Компартии. Но у многих есть подозрение, что они немножко притянули показатели победы над бедностью. Я боюсь, что они так же, как времена Мао Цзэдуна, будут притягивать некие показатели по среднему классу. То есть здесь своя какая-то внутриполитическая игра идет и так далее. Но думать о том, что в Китае все хорошо, он развивается без стимулов. Стимулы колоссальные. Причем доходят до того, что некоторые компании просто, значит, фиктивные компании, они получают от государства субсидии, они закупают эти электромобили, значит, и потом показывают кладбище этих электромобилей, которые на километры растянулись. То есть вот такая вот есть история. Думать о том, что там без государственного стимулирования все это происходит, это неверно. Ну вот на последнем вот экономический форум в Донбосе происходит, и как раз таки было важное заявление, что мы не будем идти по сценарию стимулирования экономики. То есть уже все понимают, что в ковидный период было достаточно влито, и сейчас важно делать эти аккуратные экономические шаги, чтобы не раскрутить вот эту спираль, которую мы видим. И другого, нет, это очень хорошо, что они не хотят идти по этому сценарию, но другого сценария, кроме как накачивать экономику денежной массы, нет. Вы сейчас, конечно же, расстроили меня лично как инвестора. Ну а нет, вы понимаете, сейчас мне кажется, что я боюсь, что прям год в год, да, какой-то будет неточный прогноз, но на пятилетку или на две пятилетки, это время большой турбулентности, где будут выигрывать достаточно авантюрные нишевые инвесторы. То есть какие-то ниши все равно, ну вот ковид, например, случился, и акции самого крупного производителя алкоголя Малтай, они взлетели вверх, например. Кто мог подумать, что в ковид начнут китайцы массово скупать алкоголи? Реально был очень гигантский рост, кто это знал, они вложились. То есть вот такой маленький анишевой рост, но в целом, конечно, если вы посмотрите динамику эмиссии в разных странах и в том числе там еврозоне, большинство стран прекратило имитировать активно деньги, соответственно, и вкладывать, и поддерживать экономику где-то в 2022, ну, может быть, начале 2023 года, кроме двух стран, США и Китая, они находятся в эмиссионной гонке. Почему? Как только одна из них перестанет имитировать, сразу же начнется, значит, спада, рецессия и так далее. Вот Китай, они как два, значит, бегуна, которые колят себе прямо в пути допинг, потому что если хоть один меньше начнет вкалывать, тот первый, который доколол себя, он добежит. И мировые инвесторы точно так же смотрят. Посмотрите на динамику притока прямых иностранных инвестиций, они то бросаются, значит, в США, потом Байден говорит, или там, условно, Сорос говорит, вот предатели американской родины, куда вы, значит, выводите деньги в Китай? Не выводите деньги в Китай, не обратно из Китая. Да, больше одного триллиона долларов вывели как раз-таки из Китая. Вывели, да, но вы смотрите, например, другие подробности, например, по китайской статистике, прямые иностранные инвестиции в Великобритании и Франции увеличились в два раза в этом году, в 2023 году. То есть тут как бы не все так однозначно. То есть вот Мисс Мир находится сейчас вот в эти годы на попытке понять, а кто будет расти и кто упадет. Потому что, ну, если США падает, то, значит, мы все в Китай перекладываем. Это в большей степени такая вот спекулятивная, очень психологическая игра, в которой, ну, китайцы до последнего будут изображать 5-процентный рост. Значит, какие-то, значит, вкладывать... У китайцев, вот у меня тоже часто задают вопрос, особенно когда в государственных каких-то ведомствах выступаю, какие вот есть книги почитать, какая есть информация о том, как Китай поддерживает какую-то экономику через госсектор. Нет такой информации. То есть это все очень, скажем так, теневая история, в которой, грубо говоря, к банку приходит какой-то определенный человек из компартии, он говорит, нужно вот этот сектор поддержать, такую-то сумму. Вот на нашу тоже немножко экономику похоже, но вот там еще и больше. То есть они даже этого не показывают. Хотя очевидно, что электромобили – это абсолютно субсидируемые государственным сектором. И экспортные тоже. Ну, китайцы видят в этом, видимо, глобальный свой шаг к захвату мирового рынка, в первую очередь европейского. Что Европа, как известно, она славится отсутствием углеводородов, кроме Норвегии и Великобритании, да. Соответственно, они делают большую ставку. Американцы, конечно, бьют китайцам по рукам, заставляют еврозону вводить пошлины и так далее. Но в чем специфика дальнейшего развития Китая? Китай вынужден в дальнейшем расширять номенклатуру экспорта и захватывать мировые рынки. Потому что, если он этого делать не будет, при внутренней рецессии он просто обвалится. Ну, вот здесь самое сложное, на мой взгляд, для Китая, да. То, что у нас сейчас индексы промышленного производства по многим развитым рынкам, они у нас в стадии рецессии. Можно это отрицать. Подправляете статьи на Википедии и так далее. Но рецессия, она как бы у нас уже в процессе. Я хочу вернуться к России, да, Николай? Потому что очень важно, что сейчас вроде бы мы как раз таки наладили, переориентировались, где-то там серый импорт, что у нас, в принципе, товарооборот между Россией и Китаем, он достиг просто рекордных значений. Европейских значений. Да, вы это отметили. Я вернусь, но, опять же, очень важно в большую картину, немножко вот вклинюсь, если вы позволите, значит, посмотреть на большую картину, ну, как бы, грубо говоря, общую картину, да. При том, что Китай и Европейский Союз были, в принципе, равны по ВВП до 2022 года, а в 2021 году Китай обогнал Европу по объему ВВП, хотя население больше уже не растет. Вот у нас отношение торговли с Европой, к отношению к торговой Китаем было три к одному. То есть мы в три раза больше торговались с Европой, нежели с Китаем, которым было вот 100 миллиардов, там было 300-350. Что произошло после СВО? Многие злые языки говорят, что мы полностью бросили Европу и интерес на Китай, а реально мы просто сбалансировали. То есть у нас два европейских союза, по сути дела, один на западе, другой на востоке, и у нас европейско-российская и российско-китайская торговля стали равны. То есть говорить о том, что у нас полностью дисбаланс, что Европа от нас отказалась, прекрасно знаете, что они покупают наш газ только через посредников, и мы тоже что-то покупаем, но тоже через посредников, иногда даже зачастую китайских. То есть говорить о том, что мы в сторону Китая ушли, это, наверное, неправильно. Тогда вот вопрос следующий, да, потому что Китай вроде бы наш союзник, но есть боязнь тех самых вторичных санкций. И мы уже видели примеры, да, вторичных санкций. Сейчас китайский банковский сектор тоже стал заниматься КИОСИ, то есть проверяет, если там подсанкционные контрагенты. Однако у нас фактически куда ты не посмотри, каждый имитент является уже подсанкционной компанией. И здесь вот как раз таки вопрос, устойчиво ли это взаимодействие, сотрудничество? Потому что Китай это всегда, на мой взгляд, вот такое вот государство, которое пытается маневрировать, не вступая в открытую конфронтацию. Конечно, ну вот вы сказали, что это восточная мудрость побеждать не вступая в конфронтацию. Мне кажется, что это хорошая мудрость вообще для всех. Но другое дело, что почему Китай пытается так побеждать, потому что он создает условия для своей победы. Россия последние там 30-40 лет, она двигалась в сближение к западу, и запад к этому движению не сближался. Поэтому, когда уже прижали к углу, значит, в стенки, не воевать было, наверное, просто невозможно. Для России эта китайская мудрость, она хороша, если вы китаец, и вы издалека к чему-то готовитесь. Если они как, русские, значит, у вас каждый день это какая-то мобилизация в том или ином смысле. Это импровизация, давайте назовем это так. Это называется мобилизационный тип экономики. Многие, знаете, исследователи России говорят, что почему он такой сложился, потому что в России короткое лето, то есть ты 9 месяцев спишь, потом тебе нужно в июне встать, все пропахать, все, значит, собрать, а потом снова спать. У китайцев нет, китайцев весь год, у них 4-4 урожая. Да, то есть это постоянная планомерная работа, то есть совершенно тип подхода. Поэтому здесь, наверное, очень большая разница. Я опять начну по поводу вашего вопроса по банковскому сектору, а потом мы конкретно вначале с большой общей картины. Общая картина такова. Китай находился в поле долларовой экономики примерно до 2022 года. Вообще, он 2022 год очень критичный для Китая, и не только для России, но и для Китая. С 2022 года Китай начал резко наращивать и стимулировать, и форсировать платежи в юанях. То есть он стал предлагать другим странам резко отказываться от доллара. Ну, давайте я допомню, что он это сделал после того, как Россия решила продавать газ за рубли. То есть все-таки трендсеттером был от России. Россия с 1917 года для Китая. Хорошо. Значит, мы тренды задаем всему миру очень давно, и это вообще большая тема, потому что Россия примерно уже 300 лет, примерно с Китаем какие-то есть общие параллели и общие точки развития. По поводу общего объема торговли Китая в юанях. В июне-июле прошлого года была историческая отметка, что первый объем торговли в юанях превысил торговлю в долларах. То есть Китай сам начал дедоларизацию не так давно. И когда вот у меня одни из клиентов ВТБ крупные, они спрашивают, а почему наши клиенты внешнеторговые, они предлагают китайским компаниям торговать за юани, они отказываются. Потому что у них 9 из 10 партнеров, Бразилия, Южная Африка, неважно, Европа, Япония, они принимают в долларах и евро. Они сами не могут перейти на свой юань до какого-то объема. И этот процесс юанизации китайской не глобальный, почему мы все время говорим глобальный, юанизация собственной китайской внешней торговли, он начался только в 1922-1923 году. Этот процесс очень быстрый, очень динамичный. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот китайцы там чего-то отказываются, доля влияния США на Китай, американской доллары экономики, она постоянно падает. То есть мы, в принципе, нельзя сказать, что мы, торгуя с китайцами на юань или рубли, сделали бы неправильное решение. Оно, может быть, было такое упреждающее, и мы какие-то последствия от этого почувствовали. Но говорить о том, что Китай сам не переходит ни на что, тоже неправильно переходит и очень активно. Это первое. В январе 1923 года было официальное распоряжение Минфина Китая о форсированной юанизации, то есть перехода на юань. Последствия мы это видим. Что касается финансового влияния наш банковского сектора, проверок банковского сектора Китая на наш, что сейчас обсуждается. Во-первых, китайцы очень дружественно поступают в отношении наших контрагентов. Значит, всех о вторичных санкциях, которые могут быть, и это распоряжение 20-х чисел декабря Минфина США, все читали, все видели. Китайцы все наши банковские структуры предупредили. Это не была неожиданная какая-то история. Второе. Вы говорите такое страшное слово, как банковский сектор Китая начало проверки. Речь идет о двух банках. Озвучивать я не буду. Они крупные. Но с этими банками почти нет транзакций между Российской Федерацией и Китаем. То есть, как китайцы, знаете, есть итальянская забастовка, когда, значит, все приходят на работу, но ничего не делают. А вот есть китайская проверка, которую всех предупредили, значит, и вроде как мы проверяем, и у кого-то, может быть, даже одного, кого-нибудь там назначенного поймают, и, значит, будут какие-то там рестрикции в отношении его вводить. Но эти банки не работали активно с Россией весь период СВО. А китайцы активно подключаются к СПФС, к количеству нашей российской системы с тем платежей. Количество банков, я думаю, исчисляется несколькими уже десятками. И самое главное, что в Китае значительная доля банков вообще не подключена к свифту. То есть американцы вот говорят, ну, что там юань, ну, вот Джанет Йеллен. Мы не боимся юанизации, дедолларизации, потому что Джанет Йеллен ей отчет привозят по свифту. А, значит, не по свифту, 3% всего китайских транзакций. Так и последние данные тоже, свифт тоже немного удивили. Юань обогнали евро, между прочим. Ну, это даже по свифту. По свифту. То есть позитивная динамика, она налицо. Нет, даже если они по свифту уже обогнали евро, вы можете себе представить, сколько транзакций китайских идет. Но китайцы же это не США, это не Европа. Там транспарентность экономики не возведена в, сказать, в культ. Что-то обязательно можно пропустить. Скорее, это не обязательно. То есть транспарентность, она хороша, когда есть что показать. А если хочешь скрыть, то никогда вы не увидите. Я предполагаю, зная примерно, как изнутри устроена внешняя торговля Китая, я думаю, что по свифту надо умножать на 2-3 показатель Китая. То есть это порядка 10%. И уже тогда, если 10% платежей идет, а Китай это крупнейший мировой игрок с самым большим товароборотом в мире 6 триллионов долларов, больше, чем в Соединенных Штатах, уже можно предполагать, что в долларах появился опасный конкурент. То есть сила доллара и его бесконечной эмиссии в том, что нет просто альтернатив. Вы будете пользоваться, ну грубо говоря, у вас один магазин, в котором вы покупаете, не знаю, не буду приводить негативных примеров, например, кофе. И вам его постоянно уменьшает содержание кофе. Вы не можете пойти ничего какого-другого кофе купить. Вы вынуждены покупать там, что это монополист. Но если рядом появляется маленькая лавка, в которой продается другой товар, более лучший, вы, конечно, сразу же это очень сильно обрушивает монополию основного игрока. Вот Китай уже к этому очень близко подошел. Вот. Поэтому второй момент, что касается использования юаней в России. Россия реально после 2022 года стала самым крупным держателем после Китая и Гонконга. Ну, Гонконг можно считать как отдельный эмиссионный центр, но там, в принципе, мы стали на третьем месте. Плохо это или хорошо? Я думаю, что здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что значительная часть все-таки игроков, и Арабский Восток, и Африка, и, значит, Южная, Южная, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, они постепенно переходят на юань. И тот же Уралхим, если не ошибаюсь, он использовал юани для платежей Бразилии за поставки удобрений. То есть, в принципе, понимая, что в Китае мы много что покупаем, ничего плохого в накапливании юаневой массы или в доле финансо-национальных в резервах, до третьей неплохо, потому что у нас третья торговля. Минус в другом, который мало кто обсуждает. У нас сейчас довольно-таки большая роль юаня. То есть, я смотрела, биржевые торги у нас 40%, вне биржевые там тоже порядка. Минус в том, что мы с вами, вот и мы с вами здесь сидим, почему вообще вы меня пригласили, мы ничего не знаем про Китай, и не знаем про волатильность и вообще направление финансовой политики Китая в отношении собственной валюты. Вот, да. Да, то есть, вот вы, грубо говоря, под подушкой накопили миллион юаней, и вы спите спокойно, вы думаете, ну юань, это же юань, это же там Си Цзиньпин, он там, значит, на третий срок пошел, все хорошо, все стабильно. Но смысл китайско-американского противостояния, если мы спускаемся на экономику, это выход Китая из консенсуса по курсу юаня к доллару. Что это значит? Когда в Китае были проамериканские абсолютно власти, это были начало 2000-х годов, курс был 6,5 примерно, даже до 6 спускался юаня за доллар. Си Цзиньпин, как только пришел, он немножко уже опустил, и курс юаня пропорционально сокращению внешней торговли увеличивается, то есть он слабеет пропорционально, то же самое, что у нас. Ну как бы нефть, значит, нефть, соответственно, меньше стало, значит, дешевле, мы там поднимаем курс, то же самое, только там не нефть продается, а рабочая сила в каком-то смысле не только неквалифицирована, но и квалифицирована, потому что вот даже тот недавно Тим Кук заявил о том, что мы в Китае идем не потому, что там дешевое рабочее тело, что там супер большое количество инженеров на нашу точную продукцию, сложную и так далее, все равно это рабочая сила. Она тоже, по сути дела, она экспортируется на весь мир, и как только стоимость ее падает из-за рецессионных процессов глобальных, юань ослабляется. Еще есть политические процессы, если совсем в Китае будет худо, невозможно будет стимулировать никак внутреннюю экономику, то 300 миллионов рабочих, занятых в экспортном секторе, как-то нужно будет содержать и оплачивать им жизнь только за счет радикальной девальвации юаня. Плюс она всегда происходит в период сложных китайско-американских отношений. Вот до Тяньаньмэнь в 89-м году, когда пытались, значит, определенные политические силы пошатать там режим, в 1989-м году, до Тяньаньмэнь курс юаня к доллару был порядка трех юаней к доллару, после Тяньаньмэнь – девять, триста процентов. То есть я, конечно, не хочу сказать, что будет прям такая же аналогия, что будет триста процентов, но говорить о том, что вообще девальвации не будет, она уже есть тоже. То есть это тоже риск большой. Но, опять же, здесь плюс на то, что это мы с Китаем торгуем, у нас и так он много что поставляет, что нам замещает из Запада. То есть, в принципе, это средство расчета, но как инвестиционное средство я бы здесь поспорил бы, ну, я бы одновременно бы поспорил бы со всеми остальными валютами, что это вообще средство инвестиций. Здесь очень много вокруг крипты, начиная от разговоров, потому что, кстати говоря, много... Давайте немножко подведем черту по поводу юаня, потому что юань на самом деле проник в нашу банковскую систему, и депозиты в юанях, и мы видим, что у нас и облигации в юанях в 2022-2023 году тоже активно выпускались, и многие инвесторы их приобретают на баланс. И для многих это стало некой безопасной, дружественной альтернативой для того, чтобы сберегать свой капитал. Но, опять же, мы посмотрим на все вот эти истории с конфликтами, и, опять же, вы тоже, Николай, об этом сказали, что есть риск девальвации. И я очень рада, что вы подтвердили там мое личное опасение о том, что юань это безопасная валюта для сбережений в настоящий момент времени. Я все-таки поправлю, для расчетов, если вы внешнеторговое предприятие, которое осуществляет расчеты в юанях, да, это безопасно. Ну, частный инвестор. Если вы частный инвестор, но вам очень важно, почему китайская власть, она вышла раньше других книг, соответственно, не что-то там про финансы и экономику, потому что если вы риски не видите политические, то вы можете стать заложником нехорошей ситуации, непредвиденной, что в Китае произошли определенные политические события, разрыв с Соединенными Штатами, это очень важно, этот барометр, посмотреть на именно отношения реальные, не то, что там кто-то с кем-то встретился, руку пожал и так далее. И тогда риск девальвации, он приближается. Другой вопрос, насколько эта девальвация произойдет, и тут нужно уже вникать в детали. Самое неприятное для нас, что мы стали, вначале стали держателями огромной юаневой массы, и только позже мы начали разбираться, что вот с этим будет происходить. И это касается вопроса, он только частный, про юани. Открывая все больше квалифицированных инвесторов, вот Инга Страх недавно стал, соответственно, квалифицированным инвестором на китайский внутренний фондовый рынок, то же самое. То есть здесь, мне кажется, мы перед очень большой перспективой роста интереса к знаниям реального Китая, стоим, что там реально происходит, и кто за кем стоит, и кто, значит, является бенефициаром словно тех или иных политических групп. Наверное, заключительный вопрос по поводу юаня, это есть ли внутри, потому что мы знаем, что в какой-то момент времени в России у нас наблюдался дефицит юаневой ликвидности. То есть все вот эти цифровые юани, которые мы видим, это классно, но вдруг какой-то кризисный период не сможет, может ли наш банковский сектор, может быть, бизнес, индустрия столкнуться с вот этим недостатком, потому что внутри Китая тоже есть капитал-контролл-меры, которые не позволяют выводить определенные суммы свыше 50 тысяч юаней. на частное лицо. То есть это как-то может негативно повлиять на устойчивость юаня внутри нашей российской экономики? Это очень большая проблема, которую обозначили действительно юаневой массы, мы уже сталкивались, что ее не хватает. Я могу сказать изнутри, потому что работа с несколькими нашими крупнейшими банками до сих пор эта проблема не решена. И решить ее достаточно будет сложно, пока нету окончательного политического решения Си Цзиньпина о разрыве не только Си Цзиньпина, но и вообще всей верхушки верхнего слоя управления Китая о окончательном разрыве с Соединенными Штатами. Но это решение не произойдет, скорее всего, в этом году. И, может быть, чем ближе, больше конфронтация США по итогам выборов 2024 года, тем ближе будет и сближение с Российской Федерацией. Решения пока политического о том, чтобы все двери открыть Российской Федерации нет. Но есть хорошие ласточки, которые говорят об изменении китайской политики в целом к подсанкционным странам. Первое. В Китае обсуждается присоединение Афганистана и его действующего властей к проекту пояса и пути. Это абсолютно супер подсанкционная организация, которая даже в России не снята с нее лейбл террористической организации. Второе. Асад специальную нефтяную компанию создали, которая тоже не боится американских санкций. Второе. Асад, сирийский лидер, который тоже под всеми немыслимыми санкциями, он был в Пекине, в Ханчжоу, на азиатских олимпийских играх в июле, и, соответственно, Си Цзиньпин пообещал Асаду поддержку. Это второй подсанкционный режим. И вот эти все вещи, они очень сильно напрягают Соединенные Штаты, потому что это фактически говорит о том, что Китай в самое ближайшее время, я не говорю про месяцы, кварталы или годы, он выйдет из этой истории. То есть, в целом, да, пока что вот эти проблемы негативно в финансовом секторе существуют, но курс политический китайский, он уже на сближении с санкционными целыми, словно, большим количеством территорий, которые под санкциями США находятся. То есть, да, сейчас не так все хорошо. Да, ну, по поводу недостатки юаневой массы, я вот по поводу контроля над банковским сектором скажу, что значительная часть товарооборота российского, она даже не в юанях считается, а в ЮСДТ. Многие знают, многие, причем я говорю, значительно, 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 больше десяти процентов, то есть вот тот товарооборот 240 миллиардов, добавьте к нему еще несколько десятков, которые, значит, обеспечивают товары широкого потребления. Я не буду конкретно называть ни территории, все про это прекрасно знают, но из-за того, что они обеспечивают наш бесперебойный товарооборот, никто с этим особо, значит, пока что, я думаю, в дальнейшем не будет бороться. То есть, да, есть кризисные явления, но есть и методы, которые, с помощью которых их обходят. Важный момент, это руководство Китайского народного банка, Центрального банка, в этом году, в прошлом, поменяли, соответственно, руководителя, говорить о том, до этого был абсолютно проамериканский руководитель, который долго жил в США, этот вроде бы продолжает новый пангуншен, новый продолжает курс, который был, но он не учился в Соединенных Штатах, то есть смена курса есть, но она не такая быстрая, как мы бы хотели. Но в целом, я бы не сказал, что наш курс какой-то на сближении с Китаем ошибочный, я думаю, что товарооборот будет дальше расти, и здесь вот, как юань, как средство расчетов, оно оправдано. Другое дело, что многие, пока что Китай находится в этом промежуточном пограничном состоянии между США, и, собственно, и, но не правы точно те, кто говорит, что так будет всегда, и что Китай вернется к Соединенным Штатам. Скорее всего, тренд, который был задан еще в 2012 году, скорее всего, он окончится, ну, почти полным разрывом с Соединенным Штатами в ближайшие две пятилетки. Скорее всего, так. Ну вот, про это попозже поговорим. Вот вы сами отметили, да, Николай, что Китай начинает мощные инвестиции с подсанкционными странами. Да. У нас в 22-м, в 23-м году многие бренды уходили из России, и создавалось такое интересное окно возможностей. То есть, как вы наблюдаете, есть ли интересы именно китайского бизнеса инвестировать в Россию, вот именно вот этот поток прямых иностранных инвестиций, который мы видим, мы читаем, что в 23-м году обвалился, есть ли интерес, мы можем ли ожидать на ближайшие годы такой же притока китайских инвестиций в российскую экономику? Вопрос вообще очень интересный, разобью на две части. Первый будет про бренды, а второй про приток иностранных, китайских инвестиций. Дело в том, что вы вряд ли назовете, ну, может быть, вдруг вы фанат, я не знаю про вас, китайских брендов, но если вы не были в Китае и не ходили в китайский магазин, вы не назовете ни одного альтернативы китайского бренда даже в одежде. Хотя казалось бы, они шьют... Ленинг, между прочим. Вы уже профессионал. Знаете, почему я знаю? Потому что они котируются на акциях. Я оговорку сделал, что, может быть, вы фанаты, вы знаете. Ленинг отличный, баскетбольные мещи просто супер. Ну, хорошо, сколько брендовых магазинов Ленина вы видели в Москве? Да, ну, растут, как на дрожжах, Николай. Да, просто вот, куда ни плюнь, все знают про Ленину. Я думаю, что первый раз многие слушатели нашего интервью узнали у китайцев, я очень плотно в медиа нахожусь, у меня постоянно поступают какие-то предложения от российских структур, а давайте китайцам, значит, заработаем с них, освоим их, они же маркетингом-то занимаются, наверняка не с маркетинга и бюджета, а есть ожидание и реальность. Реальность в том, что китайцы полные нули в маркетинге зарубежном. То есть вот, я абсолютно, китайцы это знаю, никто не обидится. Тем более, значит, мы с вами пишем на российской площадке и на китайской. Это касается всей легкой промышленности и товаров массового использования. Это начиная от, значит, спортивной одежды и обуви, заканчивая, соответственно, автомобилями. Потому что, ну, это маркетинг уровня крайне низкого. Почему? Много, значит, объяснений. Я думаю, ключевое это в том, что стратегия захвата внешних рынков китайской продукции не строилась вообще на понятии маркетинга слова совсем. Она строилась только стратегически на понятии себестоимости. Китай всегда выиграл, нишу, всегда занимал нишу этих товаров именно с низкой себестоимостью за их производство. нету. Ну, только для самых фанатов вот этого китайского, они знают какие-то, значит, там, типа Хунтси вот этих вот автомобилей, Роллс-Ройс. Ну, хорошо, вот, есть вот у человека возможность купить, значит, Майбах, Роллс-Ройс и Хунтси, да, вот, кто, кто, кто выиграет, значит, причем не происходит брендирование. Слово хавал, например, это, скорее всего, под Ближний Восток рассчитанная история. То есть, само Китай стоит на самом пороге начало вообще как бы каких-то работ над брендом и захвата рынка с точки зрения позиционирования, потому что пока что вот отношение к китайским вещам как, ну, возможно, где-то практичным, да, и бюджетным, но каким-то нераскрученным, оно остается. И при всем моем уважении к Хуавей, он тоже пока айфон не победил, да, может быть, он где-то там, значит, ему дышат спину и так далее, но пока этого не произошло, не происходит адаптации названий под внешние рынки. Соответственно, сами китайцы являются массовыми пользователями, если вы ему скажете, там, Гуччи, там, и все что угодно, и, значит, там, Ленин, значит, ну, ну, какой-то турбопатриот, да, он скажет, да, я вот ношу Ленин и так далее. Это очень... Даже просто последние данные вот тоже с прошлого квартала, когда по электрокарам вроде бы субсидируют, но все все равно предпочитают Теслу, когда она предлагает скидки. Назовите Теслу китайскую, да, кто из наших вот зрителей назовет аналог китайская Тесла. Назовут, подожди, не войти, они смотрят, деньги не спят. Вот ваши профессионалы, они все знают, те, кто все, а те, кто не все знают, массовый потребитель, он не назовет. И это, конечно, удручает, потому что быть глобальной фабрикой всего, все производит, все в твоих руках, любой лейбл, лепи, и не продвигать совершенно маркетинг, это большая беда. Это везде просто, понимаете, и даже ведь это не только в продукции, это даже в образе Китая. Вот я уверен, что вы знаете икебана, карате, аниме, не буду все остальное перечислять, да, а что вы такое же знаете про Китай? Вот вы писателя знаете современно? Мой Янь, слышали такого? Вот, потому что он не котируется на ваших, значит, его книжки не листингуются на бирже, но он лауреат Номерской премии, самый популярный писатель в Китае. То есть проблема бренда? Бренда Китая, маркетинга, позиционирования Китая за рубежом, Китай совершенно не мыслит себя как некая страна, которая задает вот бренды для всего, это страна, которая стремится к себе, ее история, она становилась великой, когда все вокруг разрушались, мы становились великими, и мы, может быть, вас пустим купить наш ленин, а может быть, мы не пустим вас купить ленин, дальше вы сами, ну, китайские брендовые товары исторические, это шелк и фарфор, но скорее всего они подойдут именно даже не какой-то марки отдельно, а целый отрыв, типа вот электромобили, возможно, это для них новый шелк и фарфор, и возможно, они будут какими-то такими известны. Теперь по поводу инвестиций, по поводу того, что китайцы, они не вкладывают в маркетинг в слово совсем, забудьте про рекламные бюджеты, Ленина и всех остальных, значит, то, что реально просто проходит, разгружаются вагоны совершенно разных марок, автомобилей там, не знаю там, всего чего угодно, и они либо продаются, либо нет, вот и весь маркетинг. Значит, теперь по поводу инвестиций, в Китае, если мы смотрим с точки зрения рыночной инвестиций, всегда важно понять о рентабельности. В России, со всех многих точек зрения, они раньше были эти инвестиции мало рентабельными, и теперь они еще и рискованы, потому что любой инвестор, соответственно, он приходит с деньгами, он, как правило, российско ориентированных инвесторов, это очень важно, что это было так, может быть, сейчас будет меняться. Российско, только российско ориентированных инвесторов в Китае нет. Есть глобально ориентированные инвесторы, которые вкладывают в Соединенные Штаты, в Великобританию, Францию, в Бразилию. Отдельно в Россию, если он вложит, все его бизнесы там пострадают. То же самое, как с использованием, значит, собственных юаней на территории, значит, Китая при операции с внешнеторговыми российскими партнерами. Это первое. Сейчас, поскольку товароборот стал 240 миллиардов, почему США не унимается? Мне кажется, что это одна из мер, призванная не ударить по нашему товаробороту, а прекратить его рост. Потому что реально, если мы занимаем, посмотрите, вот 300 миллиардов у нас будет в течение пятилетки, что это означает? Мы станем вторым после США внешнеторговым партнером Китая. Что это означает? Появится российско-ориентированная экономика в Китае. Диверсификация, как минимум. Ну, не диверсификация, а именно появится гигантский пласт бенефициаров в самом Китае, которые скажут, слушайте, ну мы торгуем с Россией, давайте покупать квартиры, машины, там здесь вкладывается отдыхать, там не в Японию летать, а на Байкал. Такие уже есть. Покупать там, условно, участки и так далее. То есть вот это американцы очень боятся, что появится прослойка, и она появляется. И, возможно, в ближайшую пятилетку появятся и инвесторы, которые будут считать, что нам с точки рентабельности, она очень хорошо ее считает, пока у тебя не могут отобрать активы. Но если у вас в США начнут отбирать активы, а в России их не начнут отбирать, то даже самая низкая рентабельность в России, она будет все равно выгоднее для сохранения денег, нежели инвестиции в даже высокорентабельные премиальные сектора, хотя тоже не уверен в этом. Вот эта ситуация меняется. Мне кажется, что сейчас, наоборот, Россия, весь этот кризисный период после СВО показывает себя в качестве хорошего, благонадежного бизнес-партнера, потому что у нас, в принципе, да, может быть, какие-то акции с дисконтом, они и выкупаются, но все равно это возможность для инвесторов выйти. Мы все равно исполняем свои долговые обязательства. Да, вы знаете, немножко удивили меня своим заявлением, потому что я почувствовал, как будто мы не на федеральном телевидении находимся, но вы правда говорите, действительно так. Обязательства мы выполняем, это правда. Меня максимально сильно удивляло долгой период времени, особенно когда сейчас мы слышим заявление, что мы можем ЗВРы передать и так далее. То есть это как раз такой момент, который должен привлекать иностранные инвестиции дружественные на территории Российской Федерации. И, скажем так, не только привлекать к нам, но и задуматься о долларовых инвестициях. Просто никто их не заберет. Мы же не первые, кого арестовали активы, первое это был Афганистан. Если бы следили за заявлениями китайцев, большинство не следило, китайцы всегда требовали вернуть активы правительства ГАНИ в действующую систему власти. Смысл-то как раз разрыва отношений запрещен в России талибанам, что китайцы и американцы не возвращают активы афганского правительства. Мы уже вторые, то есть мы после Афганистана. У китайцев огромные, значит, деньги заморожены, по сути дела, в долговых обязательствах Соединенных Штатов. Порядка там сейчас снижается цифра на 850 миллиардов долларов. Они тоже прекрасно понимают, что все это будет заморожено. И та диаспора гигантская китайская из олигархов или там средней руки олигархов, которые обосновались в Калифорнии, они тоже будут заморожены в значительной степени. И это, эти риски есть. Поэтому, совершенно верно, если есть гигантский торобород с Россией, если есть дружественная политическая, значит, система, которая там все это защитит, тем более, интенсифицировались контакты всех уровней власти. Мне кажется, у нас все руководители в прошлом году побывали в Китае, кто-то дважды, там и Матвиенко, и Володин там, и министр, все. Весь состав правительства, все губернаторы и так далее. Это очень важно, на самом деле, потому что у нас, очень важно вот отметить, многие думают, что у нас все классно с Китаем, все замечательно, мы на самом деле стоим на вообще, и это для бизнесменов и для инвесторов очень важная история. Да, Китай это сложно, да, это непонятно, но ниша, которую можно занимать, она колоссальная, потому что у нас всего одно совместное предприятие, Амурский газохимический комбинат, который не достроен, хотя у нас огромная граница, у нас 20-30 лет она открыта, у нас практически нет пласта посредников, которые бы занимались с китайской стороны и российской крупными какими-то, у нас нету максимальный недостаток проектных менеджеров, которые бы вели какие-то направления с китайским языком, при этом знали бы финансы, производства, вообще практически нету, только-только они появляются, они только на производство вышли. То есть это колоссальное направление, если вы просто как наемный сотрудник, как инвестор и так далее, но в него надо вкладывать, как в любое сложное направление, где надо сложно организовать какой-то процесс, надо туда ездить, надо общаться, где-то это будет трата времени, ресурсов и так далее, но мы реально стоим только на пороге этого всего. То есть ответить на вопрос, когда это произойдет, вы, к сожалению, не можете. Что именно произойдет? Когда произойдет вот эта именно интеграция экономики Китая? Она происходит сейчас, то есть она будет носить не линейный характер, а она будет, скорее всего, носить характер гипербола. То есть пока вначале небольшой рост, то есть накопление компетенции, даже вот Аморский химический комбинат, это очень сложно с Китаями совместно что-то построить, разные языки, разные рабочие и так далее и тому подобное. Но когда эти менеджеры, а там сотни людей на Сибуре, значит, работают и все NPC взаимодействуют, поверьте, сразу же появятся еще пять, сразу десять проектов крупных. То есть она будет вот взрывообразно развиваться эта интеграция. Я думаю, что я могу ответить, то есть ближайшие пять лет это будет утроение такое, своеобразное интенсивности контактов, создание совместных производств, а в ближайшее десятилетие это будет, мне кажется, раз в десять по сравнению с нынешним количеством, потому что будет взрывной рост и китайских, соответственно, предприятий, которые захотят с нами что-то делать, и рост качества персонала, который будет обслуживать, и качество посредников. Есть несколько сфер, где, может быть, китайские предприятия созданы совместно с капиталом. Это, в первую очередь, легкая промышленность, агропромышленный комплекс. Китай все время открывает новые ниши для России. Вот в этом году будет свинина, это, конечно, нам смешно, но там потребление колоссальное для миллиардов. В прошлом году они сняли и банк, и на ипорт свинин. Да, постоянно растет потребление российской рыбной продукции, краб, краб, они просто упоминают миллиард долларов, то есть ежегодно. То есть это прямо такая вот топовая история, просто тоже взаимодействую по этому направлению. Это все растет, Китаю это нужно в условиях санкций, ограничения поставок из Канады, Австралии, Соединенных Штатов, той же сои. И рынки оказываются колоссально незаполненными. С точки зрения России это очень большие перспективы. Но я до сих пор не знаю, например, ни одного агрокомплекса, который бы молочную продукцию производил для Китая, или мясомолочную, или одной совместной птицефабрики. В основном, это пока наши предприятия, которые заказы там на годы вперед уже расписаны, те же птицефабрики, и китайцы пока не вкладывают. Чтобы вкладываться, нужно, чтобы они могли сюда приехать. У нас до сих пор не, так сказать, не отменен визовой режим. Белорусы, например, пожалуйста, Лукашенко своим волевым решением сделал 90 дней, любой белорус может прилететь в Китай. Минские кафе заполнены вполне интеллигентными китайскими студентами, их больше наблюдал уже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Мы это тоже можем сделать. То есть у нас пока что, мы сами еще кое-что не сделали, чтобы открыть эти двери до конца. Но это большая тема. Кстати, интересный момент, потому что вы тоже сколько-то... Мы об этом не говорим. Да, просто живя во Владивостоке, я постоянно там получала эти штампики. Да, зачем они нужны, если вы, ну как бы, у вас вдруг... Понимаете, здесь вообще барьеров очень много. Во-первых, китайский язык. Его надо выучить. Есть китайцы, которые по-русски говорят. Отлично при этом. Да. Вы сейчас, на самом деле, вот просто, вот все резко в 23-м году начали искать каких-то людей, менеджеров, которые там представители... Банковская сфера, просто это год, 23-й год это год банков. Альфа объявила о двух. Газпром, пока не объявил, но скоро узнаете. Банк. Значит, еще и много чего, кто решил открыть какие-то представительства. Нет профессионалов. Нет людей, которые были бы в финансовой сфере, бы разбирались бы и владели бы китайским, имели бы какой-то пул контактов. Нигде нету, вы переводчика в Москве не найдете. Всех разобрали, не хватает людей, а китаистов с экономическим образованием начали учить буквально несколько лет назад. То есть, они все еще абсолютно как бы неопытные специалисты. Эта проблема будет решена через 2-3 года. Поэтому, кто хоть сейчас устроится, вот вы получите большие зарплаты. Потом уже будут чуть-чуть, тоже высокие, но поменьше. Это первое. Язык. Второе. Как бы странно ни казалось, часовые пояса. Наши центры экономические, это Москва, Санкт-Петербург, миллионники, они в основном находятся в нашем часовом поясе. Это 5 часов разницы с Китаем. Китайцы, ранние пташки, они работают, они встают, очень большая южная страна, рано встаешь, там не так жарко, в 6 утра они просыпаются, в 8 уже многие на работе, и где-то вот после часа уже можете, уже это только добивание. У нас только менеджер приходит в час дня по китайскому времени на работу в Москве. То есть, это казалось бы мелочь, но попробуйте установить регулярную коммуникацию хотя бы с вашим представительством. Ну, грубо говоря, Герман Греф только, значит, просыпается, хотя наверняка рано встает, значит, а у него уже китайский офис, говорит, на ваше решение ждет его, значит, у него там где-нибудь на бумаге подписано, он может только завтра это решить. То есть, каждый раз у вас один день минимум пропадает в коммуникации. То есть, у всех, например, там, кто с Китаем рядом находится, у них день в день решение происходит, а у нас только половина рабочего времени. То есть, вот, и расстояние тоже. Вы попробуйте купить билет и так далее. То есть, нужно три логистически-коммуникационные задачи решить. Язык, время и расстояние, хотя бы, хотя бы язык и расстояние, хотя бы какие-то, чтобы больше было дорог, там, поездов, самолетов и так далее. И тогда это будет гораздо легче. Но, например, у США еще больше проблемы с Китаем, но они как-то это решили. Плюс, есть общее непонимание, кто такие китайцы. Есть мистификация, демонизация китайцев. Вот они все нас захватят. Значит, дела нет, как бы какую-нибудь Россию захватить. Николай, вот опять же, живя на Дальнем Востоке столько лет, вы наелись пропаганды. Наоборот, ее не было. Ее не было. Возможно, кто-то там и среди бабушек боялся, но в Востоке все очень-очень всегда прям позитивно относились, и не было этого страха. Вы правы, потому что вы это видели, вы понимаете, что китайцы это рынок. И так же китайцы понимают, что Россия тоже это рынок. Да, но те китайцы, которые далеко, и русские, которые от Китая находятся, поверьте, вся эта пропаганда наложилась на благодатную почву именно центральной европейской части России. Вот они захватят, вот они срубили весь лес. Недавно выступил один из руководителей ведомства по контролю оборота лесной продукции из лесных территорий. Он сказал, что у нас всего 600 миллионов кубометров леса растет ежегодно, а рубим мы 200. Поэтому говорить о том, что мы там не вырубаем, ну, я понимаю, что есть еще там криминальные вырубки и так далее, но все равно сильно не добираем до того, чтобы что-то вырубали. Но этими слухами питалась Россия. И каждый раз, когда, и кто их поддерживал? Запад, потому что вы хотите переметнуться от нас, покупать автомобили там, а не у нас, вы хотите нефть продавать не нам, а им, тогда вот вы бойтесь китайской угрозы. Реально это были, спонсировались специальные программы, этим занимались люди. Это была реальная программа Запада, ну, как бы именно психологически как-то вот развивать эту мысль, что не надо на Китай ориентироваться. Ну, слава Богу, что сейчас все поменялось. Оно будет меняться постепенно. Да, постепенно будет. Ну, уже иначе мы все это воспринимаем. Давайте, Николай, перейдем к Китаю, потому что много было разговоров буквально год назад, когда у нас китайская экономика открылась, и многие зарубежные инвестдома говорили, что вот сейчас неизбежны иксы и так далее на фондовых китайских площадках. Давайте, мой вопрос сформулирую вот так поэтапно. Первое. Почему не случилось какого-то резкого роста именно самой китайской экономики? И как вы оцениваете перспективы экономики вот на текущий сложный двадцать четвертый год? Да, отвечу на ваш вопрос. Частично ответ есть в книге «Китайская власть». Дело в том, что до двадцатого года, до пандемии, в Китае уже случился кризис потребления. То есть, потребительский спрос уже начал резко проседать. Ну, вообще, чтобы спрос в современном мире оценить, это автомобиль, гаджет и квартира. То есть, это в основном такие вот три продукта, которые конструируют себе целую массу, я бы сказал, две трети или три четверти остального производства в конечном счете и конечного потребления. И гаджеты просели в конце, начале двадцатого года на почти, по-моему, десять процентов. И автомобили, соответственно, и рынок недвижимости. То есть, Китай перед пандемией, кстати говоря, как и весь мир, он стоял уже перед сокращением спроса. То есть, здесь вопрос, а что раньше, курица или яйцо, пандемия или сокращение спроса и последующие вливания в увеличение этого спроса. Китай до сих пор не преодолел сокращение спроса совокупного. Это видно и по импорту нашей продукции, это видно и по гаджетам, и по всему остальному. Там, где есть спрос в электромобиле, он абсолютно субсидируемый. Поэтому, я всегда говорил о том, что никакого х роста не будет, что было целая масса людей на рынке, что вы там говорите, сейчас Китай восстановится, покажет, какой у него бурный спрос и так далее. Есть бурный спрос, он каждый раз рождается, когда правительство печатает ровно триллион юаней, вливает их на субсидирование общества и общественного потребления, и он происходит. Можно я закончу буквально мысль, какой сейчас переживает Китай исторический период? Расскройте, почему просто спроса нет? Это связано с демографией или с чем? Это в целом развитие экономики. Спрос не может постоянно повышаться. У вас, да, и с демографией отчасти это связано. То есть, у вас есть один человек, у него должна быть одна машина, один телефон и там, знаю, одна квартира. Все, что дальше, это инвестиции либо вложения, да. То есть, как бы, ну ладно, хорошо, дача и квартира, как, например, в России, да. Два телефона, один личный, один рабочий, две машины, ну, да, вот и все. То есть, это классическая теория, которая изложена еще Адамом Смитом, что спрос, он конечен. А дальше это уже марксизм начинается, что если спрос конечен, то есть перепроизводство и просто деньги не отрабатывать себя. И я больше скажу, что есть понятие добавленной стоимости. Добавленная стоимость сильно выросла в конце 20 века из-за того, что были новые технические нововведения. И вот важное, что я не успел договорить, сейчас Китай и вообще весь мир входит такую пятилетку, а может быть десятилетку, когда будет перестройка и появление новых средств производства, каких-то, может быть, робототехника, искусственный интеллект, они еще не тотально внедрились везде, когда снова произойдет рост добавленной стоимости, то есть появится то, что тратить можно, добавленная стоимость, тогда произойдет снова рост спроса и так далее. Но весь мир, и Китай в частности, находится вот в этой пятилетке десятилетия, когда будет проседать и спрос, когда будут перестраиваться, отмирать старые какие-то сектора промышленности, появлять новые. Например, такси, человеческое такси, оно будет отмирать. И куда-то делаться тысяча таксистов, десятки миллионов, может быть, курьеров и так далее, если будет беспилотная доставка и так далее. Это просто один из примеров. Там примеров, может быть, миллион, связанных с искусственным интеллектом, соответственно, вообще в совершенно разных сферах. То есть вот эту пятилетку, десятилетие, будет перестраиваться структура производства. Добавить стоимость не появится быстро. Вот те страны, которые быстрее всего ведут искусственный интеллект, они быстрее всего рванут вверх. Как правило, показывает опыт Второй мировой войны, что, как правило, вверх рванули только те, кто была у кого относительно государственно ориентированная экономика была. Это Япония, Советский Союз и нацистская Германия. Один только Советский Союз после этого нормальным остался. Ну и, кстати, Рузвельт тоже вводил плановые элементы плановой экономики и так далее. То есть тоже Соединенные Штаты в основном за ВПК тоже сильно выросли. Вот мы стоим сейчас на этой перестройке. Китай тоже. И плюс у Китая очень большая проблема демографическая. Даже не в том, что население сокращается. Там все роботизация, значит, закроют. Но вот в этом среднем классе, который Литян сказал, что пример, что будет через 10 лет там их 800 миллионов, вот из этих 800 будет 600 миллионов стариков. Ну то есть это означает, что на одного работающего будет среди среднего класса 3 неработающих нагрузки. И Китай не преодолеет эту историю в ближайшие 10, 15, 20 лет. Во-первых, китайское общество через 30-40 лет, когда нас всех пугают, что вот Китай нас захватит, он станет мировым лидером, это будет пожилая старушка Европа через 30 лет, которой не будет никакого интереса, значит, до захвата Владивостока, лишь бы только там не шумели, не гремели, да, значит, и все остальное. И большая нагрузка на молодых, да, то есть это вот, это большая проблема для китайцев, они решают с помощью роботизации, скорее всего они ее решат. Но пока вот есть огромная масса неустроенных молодых, это 15%, огромная масса давящая на средний класс, кстати, снизу это молодые, которые подсиживают, значит, средний работник, средний класс, сверху это их родители, пока это ближайшие 15-20 лет Китай будет вот с этим бороться. Через 20 лет структура перестроится, она будет более стабильная, более понятная, и Китай, может быть, перейдет уже более, снова будет виток роста. Но и все остальные тоже, потому что все осваивают искусственный интеллект. Поэтому в основном ближайшие 5-10 лет это битва искусственного интеллекта за повышение себестоимости. И, важно для Китая, для России в меньшей степени энергетика. Потому что, если у вас нету дешевой энергии, вы не сможете перестроить экономику. Поэтому китайцы массово вводят, в отличие от нас и разговора, что зеленая экономика это миф и бред. Для Китая это не миф и не бред. Китай это солнечная страна, где очень много солнца. И это страна с гигантской береговой линией, где очень много ветроэнергетики. Но при этом это не мешает Китаю удваивать свои нефтяные запасы. Во-первых, государственные в 4 раза выросли, значит, за последние 2 года. И это не мешает Китаю построить план на ближайшие две пятилетки удвоить свою атомную промышленность. То есть Китай превратится в гигантский атомный реактор, в котором будет больше всех в мире атомных электростанций. Но урана у него нет. Уран весь в Казахстане, 45 процентов мировой добычи Казахстан. Это еще один аргумент в пользу того, что Китай будет вынужден бороться за контроль над определенными странами, их энергетикой, как минимум. Скорее всего, это будет криптоконтроль, то есть это не будет такой прямой, что вот вам войска ввели, базы посадили. Ну, там будет там условно наш президент и так далее. Ну, то есть вот эта вот история, она, конечно, имеет место быть. Николай, у меня просто есть определенные сомнения относительно стабильности и устойчивости китайской экономики. Потому что, вот вы говорили уже про теневой сектор, что он имеет место быть, и там только сами китайцы, наверное, смогут в нем разобраться. Есть понимание того, что совокупный долг Китая КВП тоже огромный, там цифра порядка 300 процентов. Ну, он стандартный по больнице, на самом деле, для всех стран. Но все равно, тем не менее, он значительный, если мы говорим про вот угрозы геополитического конфликта, противостояния на Тайване. То есть, насколько вот с этой точки зрения китайская экономика с кризисом внутреннего потребления, с кризисом потребления, в принципе, в общем, мировом масштабе, устойчива? Вы правильно вывели корреляцию, что чем хуже внутри китайской экономики, тем более вероятность внешних кризисов реальна. Это уже было в 2015-2016 году, когда началась рушиться китайская фондовая биржа, в два раза она упала. Тогда, правда, не было ни пандемии, ни противостояния Соединенными Штатами. Сейчас гораздо хуже ситуация. И вот тогда начались масштабные антияпонские протесты. То есть, уже власть китайская опробовала механизмы по вот сдерживанию этих протестов и направлению их вовне. Очевидно, что сейчас начнется что-то рушиться, и до сих пор в Китае не объявлен третий пленум, который должен экономическую модель на ближайшие 10 лет заложить. Это связано с тем, что все там не так просто. И, скорее всего, речь идет о дискуссии между тем, чтобы пойти стандартным путем и примириться с Западом, либо реально накачивать ВПК. То есть, вот то, что в России произошло. То есть, Россия в основном стала развиваться за счет развития военной экономики и военных заказов и так далее. Это для Китая очень интересный опыт. Они, скорее всего, будут использовать. Поэтому, да, главный фактор об этом тоже постоянно об этом пишу и говорю. Начало тайваньской операции это сложности в китайской экономике. Чем будет хуже, и реально это будет критически, тогда тем больше будет вероятности, что все-таки более радикальные сторонники, более радикальных сценариев, чтобы не шатала эта молодежь 15% внутренней, значит, систему политическую, они будут направлены вовне. Насколько устойчива китайская экономика? Значит, отличие колоссальное китайской экономики, социально-экономических вот условий от Соединенных Штатов, что это нация, которая в меньшей степени берет кредиты, но это, конечно, не касается ипотеки. Мы говорим про население. Да, население. Это нация, которая накапливает. И в Китае есть прослойка порядка, я думаю, 30%, в которых существуют большие резервы именно накопления. И с этой точки зрения психологически операция на Тайвань или какие-то экономические потрясения для Китая будет проще переноситься, а не для всех групп населения, для среднего класса жителей Шанхая, центральных районов Пекина, Шэньчжэнь и так далее. Это будет сложный, это будет вызов, особенно для молодых, которые успели накопить, условно, там, с 90-х на нулевых они родились. Но для большей части, грубо говоря, избирателей, назовем это так, Си Цзиньпина, его электоральной поддержки, это не является критическим вызовом. То есть, все-таки, именно психологически Китай более устойчив, чем Соединенные Штаты к кризису. Что касается самой экономики, роста, то есть, до этого он рос за счет девелоперского сектора, значит, росла китайская экономика. Главный вопрос, за счет чего она будет расти в дальнейшем. Потому что, ну, метавселенная и искусственный интеллект, да, они дадут несколько там процентных пунктов роста, но отнюдь никак девелоперский сектор, в котором занято было десятки миллионов, там, одних рабочих только пятьдесят миллионов было занято, вряд ли это даст какой-то рост. Поэтому китайцы вопрос, как они будут дальше стимулировать это развитие. Есть, должен быть какой-то запрос в обществе, например, ковид, это был запрос. С ковидом надо бороться, надо выделять деньги, миллиарды, триллионы, всех спасать. Сейчас это, скорее всего, будет геополитика. Вот США нам угрожает, Тайвань разместит ракеты, поэтому нам нужно с этим бороться, что-то делать, и, скорее всего, будут раскручивать ВПК. Для многих, кто знает Китай последние тридцать лет, это крайне неожиданная история. Когда я об этом говорю, что Тайвань будут брать, значит, его будут раскручивать, просто у людей случается шок, потому что китайцы привыкли, что они максимально там мирные и так далее. Мы с вами, кстати, в этом это обсуждали. В этом есть много нюансов, то есть не обязательно, что это будет прям высадка, значит, на Тайвань, это может быть какие-то как с хуситами, да, там какие-то борьба такая вокруг, но ее влияние на психологический фон в обществе, он санкционирует вложения в определенные секторы экономики. Скорее всего, так. Главный вопрос, за счет чего будет китайская экономика расти? То, что она закредитована, это, скорее всего, ну, не проблема того, что она может развалиться, а проблема того, что она может встать и не развиваться. И если она не развивается, то куда деть 15% молодых и куда деть, соответственно, где-то там сейчас 20% пожилых, то есть как их обеспечивать, да. Что в Китае действительно есть система социального обеспечения, это пенсия. Ей покрыты почти 100% населения, но в разной степени. То есть, пенсия на селе это там 2000 рублей, пенсия бывшего сотрудника китайской железной дороги равна его окладу. Хорошая там, может быть, и 50, и 60, и 70 тысяч рублей на наши деньги. И Китай, в принципе, привык за это время жить хорошо, большая его часть. Главная проблема для Си Цзиньпина, что делать с этим средним классом, который, в принципе, ну, назовем на наш, переведем на такой бытовой язык, они либерально достаточно настроены. Просто мы сейчас все равно говорим, мне кажется, больше про вот такой социальный аспект. Но все же я про экономику. Потому что, если мы сопоставим, да, вот российскую экономику на момент СВО, то она была довольно-таки, ну, устойчива. То есть, совокупный долг, там, около 5% от ВВП. Да, то есть, опять же, есть понимание того, что там доп. эмиссий у нас было не так много. Но и то, мы пришли в точку, когда мы должны бороться с инфляцией. Ставка очень страшная сейчас, 16%, и мы продолжаем эту борьбу. Если мы посмотрим на экономику Китая, то огромный долг. Да, сейчас там дефляция. И получается, что если все-таки мы пойдем в сторону вот этого какого-то конфликта, есть ли риск, что мы все равно придем в сторону вот этого инфляционной спирали. И это будет негативно. И для Китая самого, что как быть, как дальше, когда вот там у нас огромный долг, и мы еще дальше будем заниматься поддержкой ВПК. Это, опять же, инфляционная спираль. Да, вопрос то, что инфляционная спираль, это то, что ждет весь мир, потому что денег напечатана гигантская масса. В России это деньги, которые были тоже напечатаны самое недавнее время, начиная с ковида. А в Китае тоже эти деньги, они, самое интересное, что там не просто есть инфляционная спираль, вот накачки денежной массы, а то, что вся эта инфляция, она заморозилась, временно заморозилась в фондовом рынке. То есть он увеличился до 13 триллионов долларов, это почти в два раза больше, чем до ковида. И вот эти 7 триллионов долларов, третья экономика ВП, она заморожена в фондовом рынке. Если сейчас случится кризис, например, какой-то в мире на китайских отношениях, или начнутся резкие негативные какие-то, значит, явления, с одной, неважно какой компании, одна из каких-то крупных компаний, например, девелоперских компаний. Такое мы уже видели. Было такое уже. 29 числа будет суд в Гонконге по банкротству Evergrande, значит, 29 января, совсем скоро. Это может запустить массовое бегство китайцев из фондового рынка, но вопрос только, куда? Доллары вы не можете, вот, вот, это вот самый интересный вопрос, где найдет ручеек, а точнее поток китайских денег, значит, доллары вы не можете. Я с вами вместе просто рассуждаю, у меня тоже нет окончательного ответа. Там 50 тысяч долларов на человека, можно купить 10 уйгурских паспортов и 500 тысяч долларов менять, так делают, значит, китайцы некоторые. Значит, можно, значит, купить квартиру, но квартиру же вы не будете покупать, даже рушится девелоперский сектор, значит, цены будут падать, давайте лучше подождем, знаете, секта в крупных городах России, которая ждет, когда обесценится московская недвижимость. Значит, секта такая есть, да, очень серьезная на самом деле. Они ждут вот этого пришествия низких цен. Доллары нельзя, фондовый рынок разрушился, квартиру нельзя. Что остается? Альтернативное направление инвестиций. Биткоин, золото, драгоценные камни, предметы недвижимости. Я, мне кажется, может быть, кто-то еще говорит, но мне кажется, что я единственный человек, который говорит, что цена образования биткоина связана с этническими китайцами. Биткоины, все криптовалют, до свыше 50%, особенно биткоины, надержатели, это этнические китайцы. То есть, связано с китайской экономикой. И любой кризис китайской экономики, и любой, вот сейчас последние, помните, да, сейчас последние там недели две биткубиток подрос. Скорее всего, это связано с тем, что есть ожидания инвесторов внутренних китайцев, что будет какой-то коллапс. И постоянно биткоин растет, когда усиливаются политические акции Си Цзиньпина. То есть, в семнадцатом, да. Я провел прямую корреляцию. Знаете, как интересно? То есть, как только приходит 19-й съезд Си Цзиньпин в семнадцатом году. Ожидается, что он будет сносить своих политических оппонентов из проамериканской группы. Резкий рост биткоина. По-моему, там в шестнадцати, да, с каких-то, вырос там, по-моему, рекордных шестьдесят, как раз был в семнадцатом году. Значит, потом все успокоилось. Снова, значит, проблема Вергранда. И снова биткоин растет. Я не исключаю, что, значит, Бог, которому молятся все держатели биткоина в ту зимун, как раз его пришествие состоится, когда будет кризис Китая. То есть, когда начнутся вот зажимать везде гайки и польется вся денежная масса, просто она будет консервироваться в битках. И вот поэтому все любители биткоина обращайте внимание на политическую ситуацию в Китае. Если там лопнет, значит, биткоин у вас будет и сто, и пятьсот, и миллион, потому что вся эта масса, она польется туда. Будут покупать биткоин там. Я также напомню, что когда был кризис Китая, значит, это был биржевой шестнадцатый, семнадцатый год, китайцы ломанулись покупать янтарь российский. Янтарь – это альтернатива нефрита. Нефрит они весь уже вычистили почистую из Бурятии, из Бьянмы и так далее. Это альтернатива. Они начали его как закупать, как золото, то же самое. Цены на бытовое вот это вот золото, конечно, в ювелирных магазинах тоже бросились покупать, значит, консервировать там свои вложения и так далее. Самое интересное, что Госбанк китайский, Народный банк Китая борется с биткоином в его хождении, но вы должны понимать, что закон, который запрещает биткоины, он так и не был принят китайским парламентом. Хотя он уже лежит на рассмотрении. Это очень редкий случай, потому что, как правило, если на рассмотрении что-то выносится, оно, как правило, принимается. И есть большие подозрения, что майнингом биткоина занимаются структуры, связанные с теми, кто устраивает крупную волатильность на вот этом рынке. Знаете, как любопытно. Я любитель биткоина, в принципе, крипторынка. Вот ждите. Просто я все время обращаю внимание, что там происходит, ETF, принимают, не принимают, что там говорится, а тут оказывается... Заметьте, что крупнейшие биржи тоже китайцы держат и так далее. У биткоина желтый цвет кожи, на самом деле. Да, да. То есть это вы должны четко понимать. И все... Китайская империя, страна, экономика, это империя контрабанды и теневых операций. И это значит, что большая часть биткоинов, я думаю, до две трети, так или иначе, либо напрямую, либо косвенно, связана с китайскими держателями. И они туда будут бежать, как только будет что-то рушиться. Ну, то есть, что будет расти в Китае? ВПК и биткоин. Вот ваши вопросы. Биржи... Стандарт, ну, может быть, молотающий алкоголь вырастет. Значит, табак, алкоголь, На примере с Россией, да, действительно, у нас весь наш, скажем, неэтичный сектор инвестиций вырос. Поэтому вот сейчас искать, знаете, вот среди китайских акций каких-то, значит, игроков, которые не будут волатильными, я думаю, что в целом, может быть, кто-то, кто очень хорошо разбирается и кто уверен, что те или иные компании будут обанкрочены, потому что банкротство тоже ожидает большое количество компаний, они, может быть, и выиграют. Но в целом вот фондовый рынок Китая, он всегда открывается, или какой любой сектор Китая всегда открывается, когда там не хватает, когда там проблемы. Вот автомобильный тоже разрешили недавно инвестировать пару лет назад в этот сектор, потому что там еще есть проблемы. То есть открытие фондового рынка китайского означает, что там все плохо на самом деле, а вовсе не потому, что там хорошо. Поэтому, наверное, для зрителей ваших, так сказать, ваших роликов, я, наверное, буду не каким-то Китая пессимистом в плане того, что кроме только что биткоинов, значит, может быть. Слушайте, ну, мы и так здесь пока в позиции ожидания, потому что у нас же, опять же, санкции на СПВ биржу и доступ к китайскому фондовому рынку также у нас пока прикрылся. Давайте немножко тогда зафиналим этот блок вопросов про китайскую экономику. Смотрите, у нас получается, что не ясно, то есть мы пришли с вами к тому, что это, возможно, различные вилки, да, будут расти вот ВПК и биткоин в таком, в позитивном, да, сценарии. Конечно, известно, что в нем позитивно, конечно. Тем не менее, да. А что будет у нас, в принципе, вот с инвестициями, которые уходят из Китая? То есть мы отметили, что многие управляющие уже уходили из Китая, вывив порядка одного триллиона долларов, даже чуть больше, там 1,1 триллион долларов. То есть мы можем ли понимать, что еще больше инвестиций будет убегать именно с той стороны коалиции, которая, скажем, не БРИКС? Давайте общую картину. Значит, во-первых, за последний год Китай резко сократил вложения в развивающиеся страны, в Южную Америку, там кратно уменьшились, в Африку кратно уменьшились инвестиции, сами китайские деньги. Деньги бегут и из Китая, и из Европы. То есть происходит такое броуновское движение инвестиций. Я подозреваю, что они будут уходить, может быть, эмитентам, изначально их, собственно, в саму американскую экономику и какие-то, может быть, там дыры закрывать. Но в целом, я думаю, что речь идет просто о стерилизации инфляции, а, скорее всего, стерилизация просто денежной массы. Вероятно, что они просто уходят, ну, где-то консервируются, мне неизвестно, где они консервируются, но это происходит. А говорить о том, что вот Китай перестал быть направлением инвестиций. Сейчас какое-то другое мы вам обозначим, там, не знаю, Вануату, Бангладеш и что-то, и там вот давайте вкладывать. Скорее всего, нет. Скорее всего, мы находимся в периоде экономической истории, предшествующей Первой мировой войне, либо Великой рецессии, и, как правило, вот в эти периоды, ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что консервировать деньги в сырье, в широком смысле, в ресурсе, в земле, в сырье, в драгметаллах, это самая выгодная с точки зрения долгосрока стратегия. То есть через десять лет вы их расконсервируете, когда будет рост, и они будут стоить дороже, их точно, на них будет спрос, и тем более, когда существуют кризисы мирового развития, всегда все упирается в продовольствие и энергоресурсы. То есть, ну, в данном случае, в нашем мире, 20-21 века, продовольствие, это тоже энергоресурсы, потому что львиная доля стоимости в продовольствии, сельхозпродукции, это, во-первых, удобрение, которое производится, аммиачное, это газ, тот же самый газ, и это нефть, из которой производится бензин для сельхозтехники. То есть, по большому счету, все деньги сейчас заморозятся в энергоресурсах. Что-то, чтобы росло, вряд ли, что-то будет действительно средством инвестиций, если только не война. Ну, мне кажется, вот когда мы пришли уже к такой точке, здесь сложно говорить про какие-то инвестиции, здесь стоит... Ну, война тоже инвестиции, в том смысле. Да, 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 но просто с точки зрения именно сбережения, здесь, наверное, это более важно, именно сберечь, когда у тебя вот на пороге такой сложный год. Да, знаете, мне напомнил короткий диалог в списке Шиндлера, вы помните, да, значит, вы, может быть, тоже видели, что же вам не хватало, может быть, удачи, там, нет, у меня все это было, мне не хватало войны. Про войну. Давайте тиражируемая тема просто, наверное, последних недель, там, четырех-пяти, а может даже и больше, да, это, конечно же, выборы на Тайване. Прежде чем мы перейдем именно к выборам, последствиям и вот таким стратегическим взглядам, расскажите, ну, коротко для тех, кто только погружается в китайский контекст, природу конфликта между Тайванем и Китаем. Да, мало кто знает, я буду рассказывать тот контекст, который даже многие востоковеды не знают, Тайвань с 1895 года, то есть более чем 100 лет, не является частью того или иного китайского государства. То есть Япония выиграла тогда императорский Китай, японско-китайская война и забрала Тайвань. И 50 лет на Тайване господство японские порядки. Если вы вот будете какую-то культуру Тайвань изучать, вы для себя с удивлением откроете, что эта культура получила максимальное влияние даже не китайская, а японская культура. То есть тайваньцы очень сильно ояпонились, или японизация Тайваня масштабно произошла. Дальше еще интереснее, в 45-м году Соединенные Штаты занимают Тайвань, именно Соединенные Штаты, войска Соединенных Штатов, что они воюют с Японией. И в 49-м году на эту территорию, на этот остров бегут проигравшие части национальной партии Гоминьдан, которые проиграли гражданскую войну коммунистам, которые сейчас правят в Китайской народной республике. Но, внимание, они не получают суверенитет над этой территорией, а эта территория отторгается от Японии по Санкт-Францискому договору, и многие даже этого не знают и не понимают, что Тайвань, территория его, это просто повисшая в воздухе, не имеющая суверенитета чего-либо государства, территория, за которую до сих пор идет спор. На Тайване живут те же самые китайцы, только очень специфично 90% населения Тайвана это те носители тех китайских диалектов, которые практически не понимают Китая. И при этом они, скажем, против коммунистической партии, раз они бежали по итогам как раз таки два конфликта. Там две части, одна часть 10% это беглые, как раз северяне, носители северного китайского диалекта, на котором говорят в Пекине, более-менее понимают в стране, а 90% это местное население, которые говорят на миннайском диалекте и хако, которые самые непонятные для северян, то есть, они героглифы те же, хотя там полные формы, старые, не упрощенные, до, скажем, до Мала Цзэдуна, которые были, они их понимают китайцы, но они когда говорят, никто ничего не понимает. Кстати, слово китайское чай, которое единственное заимствование в русском языке из китайского языка, это слово чай, это слово чха, это чай, а в Англии слово, ну, пишется t-e-a, ну, t произносится, но t, это старое, среднее английское слово, это как раз заимствование из фузианского диалекта, то есть разница между этими двумя диалектами это чха и те. То есть, чха это пить чай по-китайски, на севере, как бы то, что китайцы говорят, и лимте, это пить чай на фузианском диалекту, потому что в Фузиане и жил целый год напротив в Тайване, в принципе, понимаю, о чем идет речь. Я как приморский человек могу сказать еще два слова, которые были заимствованы, это калифан и куня. Ну, куня, это аба, абодзе, абаодзе, позе еще забыли, в Иркутске. Женщина-мужчина тоже для тех, кто... Ну, куня, да, куня это гуниан, это все дальневосточники знают, это абаодзе, да, это плампушки. Но это местный, все-таки не общероссийский, общероссийский только один чай. Я могу сравнить, что из арабского языка десятки заимствований в русском языке и так далее. Вот. На Тайване вернемся. Тайвань, по сути дела, это те же китайцы, его можно сравнить с Украиной, то есть это специфичные славянские, которые понимают русских, близки по культуре и так далее, но они находятся вот в таком промежуточном состоянии фронтира. И за последнее независимость условного существования вот этого вот образования 49-го года, прошло там более 70 лет, конечно, они получили очень мощную западную, вот, так сказать, они трансформировались очень серьезно, то есть всегда Тайвань был богаче. Второе отличие от китайцев, это не только культурно-лингвистическое, уровень жизни на Тайване равен Италии или Нидерланды. Уровень жизни в Китае чуть-чуть сравнялся с российским буквально в 2015 году, до этого это была Африка, то есть всегда тайваньцы были богаче. Это такие же китайцы, которые тоже плохо воюют, которые, значит, очень гуманитарно ориентированы. И третий очень важный момент, что Тайвань и его промышленность, она так или иначе связана с 94 процентами всех цепочек поставок полупроводников. То есть любая война на Тайване сразу может обрушить всю мировую промышленность и мировое производство и так далее. С последние годы Тайвань с 2021 года вывозит все эти производства в Аризону, в Германию, в Японию, в Южную Корею. То есть процесс уже пошел. Вывоз где-то будет приурочен к 25-му, седьмому году. Уже вот становится более реальная эта история. ООН только 11 членов ООН признает Тайвань. Все остальные Китая признают, в том числе Соединенные Штаты, признают, соответственно, Китайскую Народную Республику. В случае начала военной операции, скорее всего, все страны мира не признают суверенитет Китая над этой территорией, кроме Российской Федерации. Здесь, опять же, еще раз, роль Российской Федерации в связи с безопасностью. Мы единственный партнер Китая, который может как-то его поддержать в этой истории. Потому что, еще раз повторюсь, ни один законодательный акт международный не признает за Китаем вот эту территорию. Китайцы на что рассчитывали? Не рассчитывали, что прокитайское правительство, которое сейчас не пришло к власти. Значит, они, так или иначе, как Гонконг, признают, что вот мы входим в состав Китайской Народной Республики, все, этот план разрушен, он невозможен. С другой стороны, тайваньцы не могут объявить независимость, потому что в парламенте нет большинства проамериканской партии. Скорее всего, на ближайшие четыре года поле сценариев, которое произойдет между Китаем и Тайванем, это какие-то приграничные стычки. Это максимум. Но представьте, что, что такое Тайвань для мировой экономики? Это как Нидерланды. Представьте, приграничные стычки начнутся где-нибудь рядом с Антверпеном, там, не знаю, с Амстердамом. Но для мировой экономики это будет даже выстрел рядом там, в Северном море, уже будет очень серьезным, чтобы все просто взяли чемоданы вот эти вот богатые тайваньцы просто переехали в Соединенные Штаты, Германию, что, скорее всего, и произойдет. Опять же, Блумберг, он весьма в широких таких оценках оценил последствия этого конфликта. 10% мировой экономики. Я тоже об этом несколько лет говорю, что это будет примерно порядок больше, чем Украина. Украина, это где-то 1% для ВВП мирового, а Тайвань, Тайвань же не только сам по себе, это не только микрочипы. Гораздо большая проблема, что Тайваньский пролив, это более важная история, даже чем сам Тайвань, он соединяет Восточное и Южное Китайское море, и на них приходится 50% мировой торговли. То есть, весь трафик, который идет между Китаем и США, Китаем и Европой, Япония, Южная Корея, Китаем, США и Европой, это Средиземное море. То есть, война в Тайваньском проливе, это фактически война между Римом и Карфагеном, то есть, это остановка всего. Это все встанет, на нас, конечно, это отразится, это то, что будет дороже бытовая техника. Нет, я знаю, как будет эта война идти, там будет 10 зеленых коридоров, по которым будет контрабанды, вывозиться вся эта техника, она будет чуть-чуть дороже, от 10 до 100%, значит, но и медленнее идти, и так далее. То есть, полностью, конечно, все, вот, самое главное, что нужно понимать, то, что сейчас выборы произошли на Тайване, они не отменили конфликт, они задали ему рамки, что китайцы точно, мы не будем, значит, уничтожать все подряд и вводить там, условно, масштабную какую-то там, значит, операцию военную проводить, американцы сказали, да, вы это не будете делать, ну, по сути дела, итоги мы интерпретировали, да, вы это не будете делать, за это мы не будем объявлять независимость Тайваня, но это не значит, что вот во всех этих зонах прекратится военное противостояние, они задали рамки конфликта, потому что вы помните, что после визита Пелоси не было даже диалога между Министерством обороны Китая и США, сейчас более-менее, если конфликт начнется, это не приведет к каким-то, ну, последствиям болезни Икс, то есть, болезни Икс там не будет, по последствиям, то есть, заданные, значит, рамки, и по ним сейчас будет вот развиваться это какое-то противостояние Китая и США, возможно, заморожен. А вы просто обозначите эти рамки, то есть, как вы их видите, потому что... Рамки не прямая война между Китаем, первое, самое главное, чего не хотят ни американцы, ни китайцы, прямое столкновение между Китаем и США, что это ядерные державы, и это уже, ну, просто экономику нынче, представляете, рецессионные явления, еще мы сейчас войну начнем, просто бахнет экономика вниз, грохнется, этого никому не нужно, ни китайцев, ни американцев. Второе, это то, что сам Тайвань не будет объявлять независимость, и Китаю не потребуется начинать одностороннюю операцию против Тайвань, но это не значит, что какие-то высадки островов не будет. Япония наращивает военный бюджет, причем стремительно, Южная Корея, Северная Корея, Янма, скорее всего, вот здесь вот поставили пробку на этом конфликте, это значит, что конфликт и потенциал будут, ну, как бы, рассасываться по всему миру, между Китаем и США. Вот Иран и Пакистан обменяются ударами. Они обменяются ударами там, где у китайцев основная нефтяная логистика. То есть, и любые выборы, Каморские острова. Полгода назад президент Каморских остров был у Си Цзиньпина и получил его поддержку. То есть, вот, все выборы, они будут так, как Мангладеш, победила партия пророссийская и прокитайская. И сейчас будет вот этот, вот, весь 24-й год, который закончится главным выбором в Соединенных Штатах, это будут вот эти пазлы складываться. Кто свой, кто чужой. Красный, белый, красный, белый. И вот к концу 24-го года будет картина и к 25-му году мы можем выйти на какой-то конфликт. Просто я, готовясь к нашей беседе, посмотрела тоже ваше интервью и с большим удовольствием смотрю прогнозы. Спасибо. Подожди, я не договорила. Возможно, вам не стоит меня благодарить. Погодите, Николай. Хорошо, да. Вот, посмотрела прогнозы на 23-й год, потому что, ну, не всегда интересно, да, как прогнозы у аналитиков сбываются или нет. Это рост товарооборота и так далее. Но вы указали, что конфликт вот именно в Тайване, он произойдет в 20-м году. То есть вот все карты, вот типа они вот сходятся. А ну, понимаете, и в 20-м году произойти. Понимаете? Я вам объясню. Вы просто объясните не то, как вы строите прогнозы, а что вот может произойти так, что конфликт, он все-таки вот произойдет в 24-м или не произойдет. Вот эти вот факторы влияния. Я говорил за три месяца до тайваньских выборов, что точно выборов не будет. В смысле, конфликта не будет. Да, это правильно. Это просто победит в парламенте китайская партия, а американская будет президентом. Конец года, во-первых, ну, мы с вами выделили проблемы в китайской экономике. Очень много. До сих пор их много. Дальше. Выборы в США. Слабый президент, ему нужен какой-то конфликт, не украинский, например. Это второй фактор. Значит, Тайвань сам как фактор ушел. То есть вот раньше еще был тайваньский фактор, что вот это тайваньское какая-нибудь ломби внутри, оно захочет провоцировать конфликт, или наоборот будет. Он в выборе закрыл сам влияние тайваньского фактора. В основном это экономические факторы. Но я хочу сказать, что по поводу прогнозов, почему вообще мы заговорили о том, возможности военной операции на Тайване. потому что многие говорят, да, это мы просто типа аналогия с Украиной, раз мы там, то это китайцы, и это все ложно. В июне 22-го года, сразу после начала специальной военной операции, в Китае был принят закон председателя КНР, указ председателя КНР о возможности использования вооруженных сил вне Китая. То есть специально появились альтернативные маргинальные мнения, что здесь какие-то военные базы Китая будет защищать и так далее. Но это на поверхности было. Очевидно, что Китай принял нормы законодательные, чтобы, соответственно, провести эту операцию и обеспечить себе, что это все в праве начать. Это аналогично указу Путина, который он провел через Совет Федерации в 2014 году о возможности использования за рубежом вооруженных сил. То есть это полная аналогия. Китай в 22-м году впервые ввел военные награды, боевые награды за боевые действия. Такого вообще не было в китайской армии. Обновил в 23-м году за 25 лет впервые законодательство по призывникам по мобилизации. То же самое, кстати, происходит на Тайване. То есть и правой рукой по командованию армии Си Цзиньпина стал человек, который командовал блокадой Тайвань. То есть вот есть целый набор факторов вне зоны предположения, которые говорят о том, что Китай к этой операции подготовился. Законодательно, кадровым образом, не говоря уже о том, что у него гигантский флот, который может окружить этот Тайвань. За 10 лет флот Китая сравнял с США. Министром обороны стал впервые в истории современного Китая командующий флотом. То есть то же самое. Явно, что не будет от агрессии Индии спасаться или там Российской Федерации, хотя всегда были сухопутные войска. И много-много факторов. Но вот эти факторы основные. Из-за этого мы начали в принципе прогнозировать, когда это произойдет. Другое дело, что нынешние выборы сейчас и нынешняя ситуация статуса КВО как минимум до конца праймерис в Соединенных Штатах. Это может затянуться, потому что кандидаты какие-то непонятные. Соответственно, до мая, до августа. Да. И вплоть до самого ноября никакой операции не будет. Если только что-то там, ну, болезнь ИКС. Что-то могут придумать, как это обычно происходит. Совсем не так негативно пойдет. И есть всегда климатические факторы для того, чтобы говорить, что будут боевые действия. В Китае, на Дальнем Востоке это муссонный климат. Дожди льют с конца апреля до конца сентября. Да. А потом время как бы комфортный, бархатный сезон. Вот этот бархатный сезон это апрель-май, и, соответственно, октябрь-ноябрь. Обычно вот, если уж проводить Китаю по-хорошему, чтобы он выиграл, если он захочет проводить, то это вот эти два месяца. С другой стороны, США могут затянуть его именно муссонный. Пелоси так спокойно летела в августе, что ее не собьют, потому что, ну, это неблагоприятные условия для действия армии китайской вот в этом регионе, поэтому спокойно летела, высадилась, получила свой чемодан с деньгами там, и улетела обратно. То есть вот это вот, но, то есть мы, важно зафиксируем тезис, приняты все условия для того, чтобы эту операцию начать. Другое дело, когда она начнется и так далее. Это мы уже в поле рассуждений. Мы не вангуем, мы как бы не занимаемся пророчествами какими-то. Плюс ко всему, в США возобладала линия на ползущее признание Тайваня. То есть, во-первых, ДПП постоянно, значит, побеждает, Гоминьдану запретили в этот выход, то есть точно нету мирного способа присоединения. Но сейчас такая вот противоречивая ситуация, что и мирным Китаю способом присоединения, но вроде и Тайвань независимость не объявляет. Да. Мой прогноз на 2024 год это все борьба Китая с США на периферийных территориях. От Хуситов, Иран, Пакистан, Россия, тоже в том числе, как бы там, Китая везде. Он есть в Финляндии, он есть в Прибалтике, есть в Польше и так далее. Вот это вот будет борьба, раскладываться по сеансу. И 2024 год, в зависимости от выборов в США, от силы кандидата, от силы антикитайского и прокитайского лобби в Соединенных Штатах, вот Китай выходит на 2025 год. И самое интересное, 2025 год это начало постепенной подготовки Китая Си Цзиньпина к выбору на четвертый срок. В 2027 году он пойдет на четвертый срок по новой конституции, скорее всего. И что-то ему нужно предъявить, потому что если будет много проблем экономических, а Тайвань не взят, то скорее всего бы его хорошо бы взять. Вот примерно такой раскрыт. Скорее всего с 2025 под такой благ 2027 год. Опять же, мы не знаем, насколько тяжело все, сколько шаманов позвали на довоз. Возможно, в китайском мире мировой экономике может быть проблемы аналогичные 20-го года. Посмотрим. Николай, вот вы отметили, что на Тайване именно плопроводники активно развиты и пытаются и США, и Европа минимизировать эту зависимость и размещают там заводы на других точках. Здесь, может быть, наоборот, в Китае стоит потропиться, пока заводы не вышли на полную мощность и так далее. Китай не любит торопиться, он очень реактивный в этом плане. Просто это может быть дополнительным, скажем, давлением, рычагом давления. Вы знаете, говорят, что китайцы-тайваньцы, кстати, не просто заводы переносят, но и сами кадры. Оказывается, что в США и Европе просто нет инженеров, и очень много тайваньцев. То есть они, будущее тайваньского народа, я абсолютно за него спокоен. Это будут богатые люди, которые будут делать микрочипы во всех странах мира, скорее всего, все семьи потащат, эти миллионы людей туда разъедутся. Но мы не говорим о другом, что сам Китай переносит тайваньское производство себе. Гигантские программы по созданию микрочиповой промышленности, инженеры тайваньские по X3 зарплате вербуются в Китай и литографическое оборудование и так далее. То есть тайваньцы в Китай тоже переезжают. То есть вот этот процесс тоже есть, поэтому Китай торопится что-то своих же инженеров, которые и так туда переезжают. Скорее всего, это будет так, поскольку это, представьте, что это такое большое желе, которое Тайвань, вот его так пальцем кнешь, он начинает полностью вибрировать. Небольшие провокации, новая блокада и будет вот по пачке, по партиям инженеров будет переезжать во все страны мира, пока там не останется уже, грубо говоря, просто сельскохозяйственное производство, пару там, значит, бизнесов каких-нибудь и уже вот это можно будет бомбить, в принципе. То есть скорее всего, вот оно так происходит. Тоже вот у меня интересен вопрос, вот возможно, вы как китаевед ответите, что, почему Китай такой терпеливый? То есть Европа, скажем так, хейтит китайские электрокары, говорит, что вот за нами следят, а США вводят повышенные пошлины, там, говорят, что мы не будем поставлять, либо там наоборот, в общем, постоянно вот это вот IT-угроза и давление. Китай терпит, 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 и только вот чуть-чуть, буквально в конце прошлого года сказал, айфоны в госаппарате запретим. То есть почему такое терпение? С чем это связано? Во-первых, ну, мне кажется, у вас не совсем верная информация, что с айфонами борются в госаппарате и в армии уже ну леток пять, я думаю, что. Ну, просто это был резонанс, и то, что даже акции Apple упали вот именно на этом инфоповоде. Ну, я думаю, что это скорее не с менталитетом связано, это связано с тем, что в Китае значительная часть элиты, как и в России, она все-таки инкорпорирована в американскую, европейскую, еврозону и так далее. У них есть там активы, у них есть дети, которые там учатся. Ну, в США училось 300 тысяч китайских студентов, ну, в сравнении в России там 30-50. Ну, тоже серьезная величина, на самом деле, для нашей страны. Но и пока что идет перестройка этой элиты, потому что борьба еще только пришел с Зинбином власти, например, в провинции Гуанду начали бороться с чиновниками, у которых ничего нет в Китае, но очень масса собственных. Гуандун – это Кантон, Гуанчжоу, Гонконг – самая богатая провинция с экономикой, с размером с Россией. Вот первое, с кем там начали бороться, что вот с такими чиновниками, у которых вся собственность там. Ну, вы знаете, чиновник, который вообще… И он… Все знают, что у него там вся собственность. С этим начали бороться. То есть постепенно, шаг за шагом, вот эту отвязку происходит. Во многом произошла… Вы такую как бы конкретику меня спрашиваете, а я вам сразу говорю, большие цифры. Что сделал Зинбин за последние 10 лет? Он от монопольной зависимости Соединенных Штатов ее очень сильно диверсифицировал на Европу. То есть вот этот пояс и путь, прочее. То есть Европа… В 21-м году Китай вытеснил США с позиции первого торгового партнера Европы. Сейчас товароборот порядка 800 миллиардов долларов. То есть уже больше, чем США. США порядка 700 миллиардов долларов. То есть уже не так важна Соединенные Штаты. Этот процесс уйдет. Но представьте, что у вас у всех чиновников все активы, там, банки Швейцарии, Великобритании и прочее. Вы тут начнете, значит… Ну, вам сразу скажут что-нибудь нехорошее с вашими активами сделать. То есть эта ситуация стандартная. Терпеливость у китайцев. Здесь это, скорее, просто вовлечение китайцев. Как только у них не станет каких-то отношений с этими странами, они себя будут вести более степени не бесцеремонно и хамски. Просто я думала, что ну вдруг это какая-то китайская народная мудрость и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, знаете, есть мудрости китайские в России, да. Подождите, а вы скажите свою любимую китайскую мудрость. Нет, просто я сейчас скажу, каких не существует, и которым китайцам приписывают. Значит, почему-то большинство всех, с кем я пересекаюсь, они говорят, что ждать на берегу реки, когда труп проплывет мимо тебя. И не я, не мои знакомые коллеги китайеды не знают такого аналога в китайском языке, чтобы кто-то какого-то трупа ждал. Например, ждать трупа, трупы по реке не сплавляют, понимаете, это не Индия. Я не знаю. Их сжигают, закапывают, их сжигают, закапывают. То есть как бы это не китайская мудрость, никто там ничего не ждет, значит, соответственно. Ну, у меня есть любимая китайская мудрость. Вообще, как бы, знаете, я вам хочу сказать, что есть такая поговорка, как дурак из деревни срывает горы. Это не совсем мудрость. Юкун и шай. Как правило, ее используют для того, чтобы продемонстрировать упорство, трудолюбие китайцев. Значит, она заключается, притча в том, что была между двумя деревнями гора, ее приходилось постоянно обходить, делать большой крюк. И, в общем, деревенский дурак начал рыть эту гору. И его спросили, что же ты ее роешь? Она же такая большая. Он сказал, ну вот я буду рыть, потом будет мой сын рыть, мои внуки, и мы ее в итоге сроем эту гору. И, как правило, это приводится вот как такой показатель китайского глупого упорства, которое все время... Но это не так, потому что вы не знаете второй части. Он добавляет, что мы ее будем уменьшать, а она больше не становится. То есть, если вы находитесь в начале позитивного тренда, сколько бы у вас не было в вашем, значит, инвестиционном кошельке, если вы на правильном тренде, ваш тренд все равно вырастет, потому что негативный тренд, который сокращается, он больше не становится, противоположный тренд. То есть, вот это вот мало кто знает, что китайцы не просто так горы роют, они те горы роют, которые больше не становятся, и свои усилия, вот эти вот точечные, ежедневные, методичные, только в отношении нисходящих плохих трендов. Вот как США, это же большая гора. Китайцы маленькие, мы выяснили, что против большой семерки они где-то уступают один к пяти, но они знают, что большая семерка больше не становится, поэтому они постепенно ее подрывают, значит, окружают и так далее. Ну и вот Конфуцио у нас любят очень много, приписывают его тому, что он не говорил и мало знают настоящего Конфуцио, у него такая поговорка Сан Лян Синг, Пи Йоши, переводится как из трех людей, которые прохожих идут по улице, обязательно найдется мой учитель. Из трех роликов, которые вы смотрите на YouTube, обязательно есть ролик, который вы можете чему-то научиться, я надеюсь, что это будет наш ролик. Николай, во-первых, мне очень приятно слушать китайскую речь, напоминает о доме. Родную в Востоке. Да, и мы с вами немного заболтались, вот вы упомянули про G7, хочется спросить вопрос, единая валюта BRICS, это вот насколько реальная концепция на сегодня? Давайте я вам отвечу прямо по существу. Самым крупным экономическим организмом, причем больше, чем все остальные совокупно все страны BRICS, это Китай. И если кто-то и должен был инициировать эту единую валюту, то это Народный банк Китая. Но почему-то я не слышу ни одного голоса из банка Китая, который бы хотя бы поддержал разговоры на эту тему. Я думаю, что Китай думает про юань, как единую валюту BRICS, если вы посмотрите с кем, ну валюты зачем, это средства расчетов и инвестирования. Если вы посмотрите, с кем торгуют страны BRICS, вы увидите, что они не между собой торгуют, хотя некоторые связи России установлены, они в основном торгуют с Китаем. И по логике это должен быть юань. Поэтому в основном эти разговоры идут как разговоры о том, чтобы уменьшить влияние китайской экономики на страны BRICS. Как правило, это из Бразилии разговоры происходят, может быть, из южноафриканской сфорки, иногда из России. Но от самого Китая желание уменьшить влияние своей валюты, я ни разу не слышал. Может быть, какой-то момент, когда стран BRICS 40, может быть, 50, вот они все набросятся на китайский Народный банк Китая, он согласится, что половина из имитируем, а мы сделаем, что типа СДР валюты, типа МВФ, и там вот мы раздадим вам каждому, значит, сестру, каждой сестре по серьге. Но пока никаких близких разговоров о том, что самый главный игрок экономический, я бы сказал, не просто главный, но там номер один, а он доминирующий, как солнце, да, значит, вокруг небольшие планеты, чтобы он захотел перейти на валюту какую-то единую BRICS, как ее имитировать, только что отказались от доллара. Я думаю, что это просто вот разговор как раз вот из этих вот третьих стран, которые хотят ограничить китайское влияние. Но это очень сложно. Зачем себе создавать дополнительную главную роль, когда и так очень много проблем. Да, возможно, растет этот голос среди развивающих стран. Не исключаю, что когда стран BRICS станет там 30-40, действительно, этот голос может быть, как сказать, более-менее, кто-то его услышит. Либо Индия. Но Индия, это тоже вопрос об Индии. Это 5 триллионов долларов ВВП. У Китая 18. Это меньше одной трети. Ну, говорить о том, что Индия сейчас ведет свою валюту, хотя Индия не торгует так много с ЮАР, не торгует так много с Бразилией, но чуть больше стала торговать с Россией. Глава крупнейших партнера Индии это Соединенные Штаты и Китай. Опять Китай. И даже Индия, она скажет, давайте перейдем на валюту BRICS, которая у нас будет доминировать. Мы, китайская, зачем вы и так с нами торгуете на юань прекрасно. То есть это нелогично абсолютно построение, но голос желания уменьшить китайское влияние, очевидно, присутствует в странах BRICS. Для России это повод интересный, чтобы расширять свое влияние. Николай, спасибо большое вам за беседу. Я лично получила огромное удовольствие и надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся. Друзья, переходим к кульминации, а именно это розыгрыш потрясающего научно-популярного труда Николая книга «Китайская власть». Как раз мне ее вот сейчас выносят. Держи. Так, расскажу условия конкурса. Возможно, кто-то из вас уже догадался. Нужно в комментариях написать личную мудрость. Возможно, это будет китайская. Возможно, это будет личная мудрость, которую вы приобрели благодаря вашему опыту. Не важно. Здесь мы оставляем за вами право выбора. Главное, напишите. Мы здесь вместе с командой «Деньги не спят». Николай, надеюсь, что вы к нам присоединитесь. Выберем самый классный комментарий, самый мудрый, который нам понравится больше всего. Победитель получит эту книгу. И вот, Николай, книга, ручка. Мы очень сильно хотим вашу подпись. Хорошо. С личным автографом Николая. Я, как человек, который видел книгу и видел также стоимость книги с автографом и без, скажу вам сейчас, что вот только что вот эти вот действия Николая добавляют этой книге определенные иксы к цене. Спасибо большое, Николай. Здорово. Ну что, друзья, я рекомендую вам участвовать в этом конкурсе. Пишите в комментариях ваши личные мудрости. Ссылки на соцсети Николая также мы оставим в комментариях, в закрепленном комментарии к этому видео. И все полезные ссылки по классике тоже оставим там же. На этом все. С вами была я, Ирина Ахмадулина, Николай Вавилов. Всего доброго и пока-пока.